Здравствуйте, товарищи! Зовут меня Холоков Алексей Васильевич. Это уже, наверное, я даже не знаю, седьмая, восьмая, девятая, девятая лекция. Наверное, мне кажется, восьмая. Ну, я так скажу, что это, наверное, будет у нас все-таки продолжение такое логичное. И последней лекции всех предыдущих. Так, настало время поговорить на такую сложную очень тематику, как наступающий или уже во многих странах практически наступивший, особенно на экранах телевизора и в пространстве интернет, и у многих сознаний абсолютно наступившая эпоха постмодерна. Уже постмодерн среди политиков, философов, некоторых искусствоведов называется ругательством. То есть они, например, выходят из какого-то кино или из какой-то выставки и с таким омерзением говорят, это вообще какой-то постмодерн, это какой-то постмодерн. Я, в принципе, не буду вам раскрывать такое понятие подробно, что такое постмодерн. Мы поймем это, что, собственно говоря, такое в процессе лекции. Тем более, сразу оговорюсь, как философское и как социологическое понятие, вы все прекрасно можете его раскрыть у себя в сознании методом просмотра в YouTube многочисленных лекций, многочисленных обсуждений, которые выложены. Ну, собственно, очень неплохая лекция Дугина по постмодерну. Есть постмодерн в искусстве, неплохие, собственно, передачи. А мы с вами сосредоточимся на том, что, собственно говоря, какие технологии, лекция называется «Человек и технологии постмодерна», и технологии здесь мы будем говорить в смысле таком двояком, а именно те технологии, которые гонят человечество в постмодерн. Ну, собственно говоря, и какие технологии, то есть сейчас эти технологии, которые созданы, чтобы гнать человека туда, и какие технологии будут, ну, собственно говоря, там работать с человеком, и что это такое. Во многом эти все технологии гуманитарные, это даже, я бы сказал, не очень и технические, а сейчас у нас наблюдается тенденция соединения технических технологий с гуманитарными, но по сути дела, вы знаете, если так забегая вперед, проблема трансгуманизма, я уже ее освещал, то есть соединение человека с компьютером и вообще создание человекомашинного интерфейса, такой, знаете, раньше это только у произведений фантастов, это можно было найти слово, а сейчас соединение человека с компьютером это уже такое совершенно нормальное дело, особенно если вы сходите на IT-выставки совершенно различные, ну безусловно это очки с дополнительной реальностью или очки просто с виртуальной реальностью, да, то есть уже и конечно же покажут вам некий шлем, который вы одеваете на голову, и вот вас учат, как вот вы там думаете и управляете курсором, да, то есть сначала такие примитивные вещи. Ну а уже вам обрисовывают фантастических фильмов в документальных передачах, футурологические различные семинары проводятся, как это все будет, это вот уже будет, и причем это представители Google описывают, ну они это описывают в техническом плане, но вы поймите, что когнитивные возможности мозга человеческого, да, соединяют с неким, ну с машинным интеллектом, что ли, а это уже соединение действительно гуманитарных технологий с технологиями техническими. Но я не буду вдаваться в эти подробности некоторые, у нас с вами будет такой достаточно занимательный разговор, по сути можно сказать это продолжение тематики по такой системной катастрофе человека и общества, потому что в общем-то идет катастрофа человечества такая, да. Хотя я в общем-то может быть завершу лекцию таким достаточно, как вам сказать, выражением, ну не надежды что ли, но чего-то такого светлого, потому что мы такая цивилизация, которая всегда проходила через катастрофы, ну я имею ввиду нашу цивилизацию, Россия, или иеразийскую цивилизацию, мы всегда переходили через какие-то катастрофы, и нам не впервой, да. То есть мы не такое видали, а если страшно, то ну ничего, поднатужимся и вперед. Собственно вы сейчас видите здесь на экране, это я вот своих студентов очень часто ругаю этим, кто-то обижается, кто-то не обижается, кому-то наоборот это весело. Вот это вот лицо, только я бы усовершенствовал, вот здесь вот человек держит смартфон, ну по сути телефон, да, а это губы, ну естественно, но только вместо глаз у человека рот. Сейчас современного человека можно представить как некое такое существо, у которого, знаете, раньше это было, я помню, то ли в фильмах про Фредди Крюгера, такое существо там время-то времени появлялось, или у Клайва Баркера такой был режиссер, и, наверное, кто-то смотрел «Возвращение из ада», да, такие первые части именно, да, такие классический хоррор такой, заложивший основу всех будущих ужастиков, можно сказать. И там появлялись такие существа, у которых были рты вместо глаз и так далее. А вот сейчас, собственно, это человек, только это не физически, а это, скажем так, ну умозрительно, да, такая, можно сказать, аллегория, такое представление, да, что вот, то есть человек, он сейчас глазами не познает, он жрет глазами. То есть, например, мы женщину, естественно, жрем глазами, женщина жрет глазами, тоже что-то там, да, какие-то, ну я не знаю, вещи, потребление вот это вот, но я бы усовершенствовал, я бы вместо носа тоже рот поставил, вместо ушей рот, то есть человек это такой один сплошной рот. Но я просто хочу сказать, поскольку вот сейчас эпоха такого, ладно модерн, да, вот я сейчас буду говорить, премодерн, модерн, постмодерн, но ладно модерн там жрали, почему? Потому что это же взрыв, экономическая революция, ну, можно сказать, технологическая революция, да, боже мой, как стала замечательной жизнь, появилось там огромное количество, там, знаете, даже зубочистка, которая сама вам зубы чистит, да, сейчас механическая зубочистка зубы чистит, потом ультразвуковая зубочистка, да, Потом автоматическая система того, того, того. Как стало интересно жить, как человеку стало легко жить. И такое концентрированное потребление. Но сейчас-то еще хуже. Тогда человек просто вот так вот ртом. А сейчас у него вместо головного мозга тоже рот. Понимаете? И он вот наполняет, наполняет. Он жрет, жрет, жрет такой. Но я просто хочу сказать, а вы не как... Ну, извините, я на выгоду, да, потому... Как бы, может быть, здесь есть такие люди, а может быть, здесь нет таких людей. Но тем не менее, как обобщенно на все общество, да, такое, особенно молодое. А я вот некоторым даже своим знакомым говорил, я говорю, а как вы наедитесь-то? Вы же не наедитесь, вы же прорва. Вы же черная дыра, вы же никогда не наедитесь. Вы не наедитесь физически, то есть вы не наедитесь ни эклеров, да. Кстати, эклеры дрянь какая-то сейчас. Вот раньше были эклеры. Вы же не наедитесь этим никогда. Вы машину купите, так вам надо обязательно ее поменять. Вы быстро к ней привыкаете, да. Вот один человек купил машину, да, там, у него там 210 лошадиных сил. Он едет и говорит, ну я уже готов к 315 лошадиных сил. Мне вот надо уже 300, нет, лучше 425, это вот мой размер. Купит, наверное, 425, потом ему, ну что ему, Бугатти Верон, что ли, да? То есть вот катастрофа человечества заключается в том, что колоссальная энергия тратится, творческая, техническая, технологическая, тратится вот по телеканалу National Geographic, или там по Discovery показывает, как строят Бугатти Верон. Все чистенько, уникальный пол, и вот они соединяют эти две части, и вот эти титановые болты, боже мой, и вот на это все тратится, такое количество энергии. Вот на это все тратится. Ради чего? У нас что, такое ощущение, что у нас какие-то проблемы глобальные решены? Ну это так, конечно, можно сказать, по-детски несколько звучит, но тем не менее. Поэтому, собственно говоря, цивилизации современной такой, да, ну я так скажу, западной, им выгоден такой человек прорва, который никогда не наестся. Причем сейчас все ухудшается тем, что из модерна человек уходит в постмодерн, делает постчеловека, так называемая, но какой? Роб появляется уже информационный, он начинает жрать информационно, понимаете? Если в модерне человек жрал чисто физически, да, вот ему надо было купить, там, квартиру, это, 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 то сейчас есть такое, я не помню, как это в Японии называется, сейчас есть такие люди, мальчики, девочки, которые закрываются у себя в комнате и могут годами не выходить оттуда, да, им еду приносят, они все в компьютере, в интернете. Это явление даже как-то называется, сейчас не упомню. Понимаете? То есть он отказывается уже от комфорта, но он начинает жрать информационно. Понимаете? То есть вот эти рты переходят в какую-то глотку невероятную, только вот она где-то здесь, вот здесь, в сознании. И он ест, и причем она уже вкуса не распознает. У меня такое впечатление, что были такие, ой, венецианские дожи, по-моему, или что? Вот они, знаете, как ели? По-моему, они венецианские дожи. Они ели, 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 наедались, им приносили новое блюдо, они два пальца, ведро, а потом опять ели. И вот это, собственно говоря, сейчас происходит. Поэтому я считаю, что это такое замечательное изображение такого перетекания из модерна в постмодерн. Ну вот, собственно говоря, начнем с такой картинки. Итак, что, собственно говоря, у нас происходит? Я вот сначала не буду. Картинок очень много. Я думаю, что, может быть, я не буду их даже все показывать, но некоторые, может быть, покажу. Но почему? Потому что их много, и, может быть, мы так с Дмитрием поступим, что под лекцией, там, в Ютубе, там, где она будет размещена, будет просто ссылка, где эти все картинки можно посмотреть, ну и так далее. Итак, собственно говоря, с чего все начиналось, да? То есть, вообще, вот, премодерн, модерн и постмодерн, это все для удобства. Чего? Мил. Мил на столе. А, ну это да, это МЗ. Это все для удобства понимания развития человека. Вот появился человек на земле, да? Ну, иначе такое введение в проблему, да? Вот появился человек на земле, вот прошло, 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 буря истории, вот она, буря истории. Какие-то этапы, воины, да? Тут вот человечество на грани, тут оно опять идет, да? Тут вот, в общем, история человечества. А вот здесь вот стоит человек, или человечество в современном, ему нужно как-то вот это все понять. А у нас у всех, у людей, да, мания все структурировать, да? Например, у женщины, вот женщины не любят, когда у мужчин на полке все вот так вот, да, вверхотном. Я недавно только вот с супругой на этот счет мы так подискутировали. Почему у тебя на полке с одеждой вот все вот так? Вот надо, чтобы вот так, вот так, вот так было. Значит, ну, и мы просто разделили всю историю на некие части. Ну, прежде всего, я считаю, что, ну, в книгах это вы видите, примодерн, модерн и постмодерн разделены, по сути дела, по, я считаю, что по такому признаку познания человека, окружающей такой среды, когда он стал активно познавать. Потому что, например, до нашей эры в примодерн практически не входит. Значит, и получается, что у нас примодерн, примодерн, модерн, постмодерн. Значит, в примодерне у нас, в принципе, это средневековье, по сути, ренессанс, тогда возрождение. Здесь это примерно до 18 века, все шло, да, 18, 18 век. А вот уже с 19 века, весь 19 век и 20 век, это вот модерн. А вот это уже 20, конец 20 и 21 век, это уже постмодерн. Западная цивилизация в этом смысле, она находится вот здесь, где-то вот так. Она уже абсолютно начинает уходить туда. И, собственно говоря, вся история развития идет вот по этим вот сферам. В деле для удобства структурирования всей другой информации. Это воспринято уже в социологии, это воспринято уже в философии и в политологии. Ну, например, кого вам порекомендовать так почитать философии? Такие отцы-основатели, можно сказать, ну, о постмодерне, как в таком месте слова не употребляли, то говорили вообще о постмодерне, значит, уже и Гегель, у Гегеля можно это найти. Но, тем не менее, конкретно, например, об этом говорил Жан Бодрияр. У него, например, есть такая конкретно, такое постмодернистское, описание такого постмодерна, можно сказать. Это символический обмен и смерть книга. В частности, у него есть книга о симулякрах, кажется, симулякры, сейчас симулякры, симуляция книга, да, такая. И еще есть замечательная книга «Общество потребления». Это, собственно говоря, такой философский подход. Франсуа Леотар, есть замечательная книга, называется, если мне память не изменяет, «Состояние постмодерна». Они, собственно говоря, вот это все описывали, именно вот эту часть и вот этот вот переход вот сюда. В социологии, ну, пожалуй, здесь можно назвать книгу, или с чем познакомиться, это Зигмунд, не только на, не Т, точнее, не Д, на конце Т, польский социолог Зигмунд Бауман. У него есть книга «Текучее общество», очень интересная книга. Он, с точки зрения социологии, подходит вот к этому описанию, как вот общество, потому что все-таки движущая сила это общество, переходит из модерна в постмодерн. Ну и политология. У нас сейчас больше, большое количество споров в области политологии, но здесь следует упомянуть практически два имя таких вот больших, крупных. С точки зрения цивилизационного подхода я бы выделил здесь Семюля Хантингтона с его столкновением цивилизации, где он здесь вот описал, что происходит в модерне с цивилизационным подходом, таким политологическим. Ну и, собственно говоря, какие силы вот двигают это обратно сюда. И конкретно вызвал большущую дискуссию в середине 90-х. Это Юсюхиро Фрэнсис Фукуяма. У него есть книга «Наше постмодернистское будущее». И в частности у него есть книга «Конец истории». «Конец истории». Вот он писал, собственно говоря, о постчеловеке. Его можно сказать, ну, кстати сказать, он работал в Рент Корпорэйшн, по-моему, до сих пор работает. Вы знаете, что Рент Корпорэйшн – это корпорация такая мысли, да, или, скажем так, корпорация идей, которая является, ну, можно сказать, такой научно-исследовательский институт таких мозгляков, которые дают различные аналитические доклады, делают для Госдепартамента США. Вот. И, собственно говоря, вот это такие академические ссылки на данное явление. А что, собственно говоря, произошло? В центре всего всегда стоит человек. В центре всего всегда стоит человек. Вот что здесь было, да, например? Вот здесь было сельское, можно сказать, общество и человек, они основывали свою жизнь на сельском хозяйстве. Это все премодер. Почему? Потому что человек был окружен природой. Вокруг была природа. Человек себя природой никак не отделял, абсолютно. То есть, например, вот если человек жил в деревне, до сих пор человек, который живет в деревне, да, если вы создаете вокруг себя, вокруг себя искусственную среду в виде своего собственного двора, то, извините, ну, например, если вы рядом с лесом живете, вы утром можете, ну, если лес там, тайга, вы можете увидеть там, вплоть до волка, кого угодно, да, то есть, может просто к вам прийти. То есть, вы себя не отделяете, все равно вам надо отапливаться, дрова брать, да, и так далее. То есть, природа с вами очень близко. А вот в городе как раз это уже очень далеко. Соответственно, поскольку природа с вами крайне близко, то есть, вы с ней близко работаете, то, естественно, вы понимаете, какое было состояние сознания. Здесь практически у человека не было такой большой системы образования для формирования у него различных образов, да. То есть, человек обучался, можно сказать, либо ревеслу его давали к ремесленникам, либо обучался, собственно, на примере папы, да, мамы там, и вот они его обучали. И он, природу, поскольку он жил с ней постоянно, и силы, которые постоянно, то есть, стихии, с которыми он постоянно сталкивался, он их, безусловно, сакрализировал. Поэтому здесь происходил некий такой треугольник, да, происходил такой треугольник. Вот смотрите, какие были очень интересные отношения. То есть, был человек, человек имел взаимоотношения с объектом, объектом, то есть, он влиял на объект, объектом была природа. Вот, и здесь сверху стоял Бог. Есть такая известная схема. Значит, над всем стоял Бог, соответственно, отношения были какие? Бог создал человека, Бог создал природу, поэтому есть правило отношения к природе, да. Поэтому есть правило отношения, вот здесь может быть, за место объекта субъект, есть правило отношения к этому, да. Потому что все создал Бог. Почему? Почему, в частности, здесь нехотя человек обращался к Богу? Ну, если мы возьмем христианские, например, цивилизации, да, или исламские, к примеру, да, цивилизации, то это понятно, а были же и языческие, да? Но, тем не менее, представьте себе, почему? Да потому что уже сама природа, сами стихии, по сути дела, толкали человека на это. Ну, представьте, вот, возьмите человека средневековья, даже хоть ренессанса, возьмите человека, да, гром прошел, ну что думать простому деревенскому человеку? Ну, надо же как-то, дело в том, что, опять же, нехотя, наш головной мозг, здравствуйте, наш головной мозг, он стремится всегда к познанию, абсолютно, это видно на детях, дети всегда все познают, с ними надо разговаривать, постоянно, можно сказать, постоянное такое общение, безусловно, взрослые от этого устают, но, тем не менее, это надо делать. И человек постоянно должен все объяснять для себя, для успокоения, я уже вам объяснял, по-моему, на какой-то из лекций, на примере волчицы, почему она спокойно отдыхает в своей норе, потому что она обнюхала все, и все познала вокруг, это зона безопасности. И человек хочет ширить вот эту зону безопасности, по крайней мере, ментальную, то есть, мы как-то с вами говорили о том, что у человека есть бытовая зона безопасности, или бытовая умена, вот где он, это, собственно, вот это забор, это его забор, а это его двор, а есть ментальная безопасность, то есть, это безопасность сознания, что он для себя объяснил. Вот гром, это прекрасно, почему у нас хлеб не подрос? А потому что хлеб не подрос, или у нас голод, потому что мы грешные, да, и он искал всегда причину в себе, вот в этом, вот в этом всем он искал всегда причину в себе. Но дальше, поскольку человек познает, 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 появились люди, естественно, государства и так далее, войны между государствами, да, я достаточно обрубленно все это объясняю, К сожалению, это все очень сложные процессы, но я достаточно просто это объясняю для того, чтобы нам выйти на, уже непосредственно вот технологии, да, государство, войны, естественно, с точки зрения безопасности организации, потому что государство это одна из форм организации общества, да, значит, начали развиваться кое-какие технологии, да, вот представьте, раньше были, какие технологии, ну, кто какой, какие лучше доспехи сделает, да, например, у кого какое будет боевое искусство, как дальше стреляют пушки, и так далее, С появлением пороха вынуждены были что при себе иметь правители? С появлением пороха правители вынуждены были при себе иметь уже каких-то специальных людей, которые бы знали, как этот порох что? Создавать. А, соответственно, если его, этот порох, постоянно тратить, а его надо было много, то, по сути, уже появлялось что? Фабрика. Вот здесь стали появляться фабрика. Нужны были люди. Вот уже здесь практически ближе к модерну, ближе к модерну, вокруг крепостей, ну, естественно, здесь вокруг есть селения, но потом появлялись вот так называемые первые вот эти крупные города. Для чего? Потому что ради безопасности нужно было, собственно говоря, создавать, ну, скажем так, какой-то продукт. Но имейте в виду, что вот этот вот переход, помните, например, в предыдущей лекции я говорил о том, что здесь это зона перехода. Это отдельная, можно сказать, такая тема. Это как раз зона динамического хаоса вот здесь. И вот это все идет вот сюда. Вот мы сейчас, вот мы сейчас, наше общество, мы находимся в зоне динамического хаоса. Вот посмотрите, что происходит в Азии. Войны, войны, войны. Что происходит в Европе? Совсем непонятно. Что происходит в Украине? Тоже непонятно. Это хаос, это динамический хаос. Но можно посмотреть, куда это все течет. Мы можем увидеть, что все толкается вот в эту обрисованную уже эпоху постмодерна. Теперь что происходит в модерне? Естественно, поскольку человек желает нехотя все познавать, он познает, 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 и движется, и вот он ментально тоже стал познать. Но выделились люди, выделились люди, ну, мягко сказать, вот с появлением ученых, да, от звездочетов, можно сказать, да, таких, которые были при, и алхимиков, которые были при правителе. Все-таки стали появляться уже такие ученые академического склада ума, или как, господи, кто же объяснял, по-моему, Декарт, Наполеон. Значит, которые стали объяснять, например, устройства Вселенной и так далее, и так далее. И вот человек стал познавать. И вдруг, когда с появлением там, когда Кулон, например, да, там тот же самый, начали исследовать, или Фарадей, когда стали исследовать уже явления электричества, вдруг они узнали, что молния в сущности, это не то, что Бог мечет молнией, правда? Это, собственно говоря, некие электрические явления, и вот здесь уже зародилась эпоха модерна. Почему? Потому что, когда человек стал, собственно говоря, вот здесь появился кризис. Почему? Потому что человек стал понимать, что некоторые явления, и сама природа, ее можно объяснить не иррационально, а рационально. И здесь появился элемент рациональности. И вот здесь, собственно говоря, практически стал вот этот вот Бог, да, как явление в этом вот треугольнике жизни человека, он стал практически отторгаться. Но при этом здесь, обратите внимание, вот здесь вот общество, оно жило по традиции. Традиция. Традиция, в частности, поделилась еще в модерне. Почему? Потому что вот здесь вот будет уже отсутствие традиций, практически традиции отрицались и в модерне, вот здесь уже будут новации. Теперь смотрите, что дальше происходит. Крайне интересно. Здесь человек, значит, начинает при помощи науки объяснять ментальную сферу. Ментальная сфера начинает уменьшаться. И отсюда, например, появляется человек города. Если здесь был человек села, то вот здесь вот человек города. Понимаете, да, что модерн чем характеризуется, особенно 19-20 лет? Это мощнейшее переселение из села в город. А что значит из села в город? То есть у человека высвобождается большое количество времени. Если на селе ему надо было дров заготовить, воды, это, 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 огромное количество различных обязанностей, то в городе, по сути дела, он смог что? Создать себе вот эту бытовую аргумент. Он жил в квартире, надо было, дрова он сам не добывал, можно было сходить на рынок, все это купить. И, соответственно, он создавал, создавал. Естественно, тут же, мгновенно, промышленность сформирована и наука стала на это отвечать. И что стала наука здесь формировать? Это как раз и весь модерн, это взлет науки и взлет экономики. И наука стала человеку, и экономика, промышленность, соответственно, она стала человеку создавать бытовую сферу. Она стала, вот я уже говорил неоднократно, создавать так называемый технологический покор. У человека было множество хотелок, множество хотелок, и она стала их закрывать. То есть человеку холодно, обогреватели, например, да, человеку там голодно, опять же, там еда быстрого приготовления, электрические чайники, ну и так далее, и так далее. Я, конечно, так утрирую, но тем не менее. И вот здесь, собственно говоря, мы закрыли технологический покор. Ну, еще не совсем, но тем не менее. То есть вот здесь человек практически, вы поймите, что вся экономика, практически вот здесь вот все, да, она обеспечила желание человека. При этом, обратите внимание, человек, переходя из этого общества сюда, стал терять свои традиции. Почему? А зачем ему эти традиции? Вот здесь вот в городе, они ему не нужны. Соответственно, потерялось так называемое традиционное общество. Возник кризис культуры. Возник кризис культуры. И вот здесь, вот здесь, 1900 год. 1900 год, по-моему, в 1900-м. Фридрих Ницше вдруг что сказал? Бог умер. Но он же сказал это не потому, что он вдруг, знаете, у него было какое-то сумасшедшее исследование, какое-то магическое зеркало, он на него посмотрел, нет его, нету, умер. Он это сказал, потому что он увидел это в человеке, что в человеке, вот в этом, вот здесь вот, вот здесь уже объект, просто еще объект по традиции, немножко сакрализовывался, а Бог это уже нет. Почему? Потому что Бога стала объяснять наукой. А кризис в чем заключался? Ну, представьте, не успела богословие, не успела церковь вообще, не успели богословы, ну или как сказать, ну, давайте возьмем, не успела религия, да, объяснить, подготовиться. Ну, представьте себе, здесь еще вот схоласты, ну, есть этапы, конечно, возьмем схоластов, да, богословие. Тут вот вдруг уже появляются ученые, которые начинают в модерне объяснять электричество и что, ничего, собственно говоря, такого таинственного в природе нет. Они всю айкумену вот этого друша, на чем все жизнилось религиозное, зиждилось религиозное сознание, да. Церковь ничего сказать не может, кроме схоластических бесед, да, кроме каких-то телогуменных споров каких-то богословских, да, они как-то сложно для простого человека и, безусловно, непонятны. Возникает что? Возникает как раз вот здесь вот движение либерализма дальше, то есть это отказ от чего? От системы заповедей, да, то есть была система запретов. От чего? От чего свобода-то? От библейской системы запретов, от десяти заповедей, по сути дела. И, собственно говоря, вот это все сужается, 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 и она замыкается, вот вся вот эта сфера, она замыкается на бытовой, в горле. Соответственно, появился кризис веры. И Ницше, собственно говоря, это вот и то, что он сказал, а Бог-то умер. У меня где-то вот есть, вот я бы сейчас воспроизвел, у меня есть, значит, Ницше когда умер? В 1900-м. Нет, не в 900-м. Это Бог там. Я могу ошибаться, по-моему, в 1900-м он это сказал. Значит, значит, ну у вас же википедия есть, ну, в общем, такой демотиватор нашел, там, значит, сверху написано, Ницше, Бог умер, Ницше, внизу дата смерти Ницше написано, Ницше умер, Бог. Значит, ну вот мы сделаем ссылки, да, и там практически каждый может будет это все посмотреть. То есть смотрите, что происходит, да? Ну, поймите, вот здесь еще объект воспринимается как вот система обладания, да, то есть вот еще вокруг объекта и вокруг субъекта есть некие системы обладания. И все-таки есть еще некие традиции, да, вот некие традиции. Но жизнь в городе эти традиции практически ломает. Вот здесь вот, в сельском обществе, традиции постоянно поддерживаются. Отсюда нравственность. Кстати сказать, кризис вот этого модернистского общества, ее еще выразил, я, по-моему, тоже это говорил, но напомню, ее еще выразил Фрейд. Он в своих дневниках, кажется, в дневниках, да, он написал о кризисе культуры, он ее вообще назвал, что культура современная, современное искусство, это когда современное искусство, да, это он тогда писал, взращивают человека или способствуют формированию в человеке патологии, или формируют в человеке патологии. Он писал о патологии культуры. То есть он написал тогда, что кино тогда, театр, искусство, вот все-все-все-все, живопись формирует в человеке исключительно патологии, уже тогда. А помните, когда Достоевский из Европы вернулся, что он сказал? Нет Христа, все. В Европе нет Христа, все. Иван Александрович Ильин вернулся. А ведь вы поймите, до сих пор исследуют, вот мнение Достоевского, но почему очень важно, потому что Достоевский имел такой уникальный ум, вот представьте, проникнуть в структуру сознания другого человека, и как-то это смоделировать, еще плюс это описать. Потому что есть, например, по-моему, был такой психиатр, да, Чиж, психиатр, так он вообще о Достоевском писал, рассматривал Достоевского с точки зрения психиатрического опыта, вот эти системы описания Достоевского, да, как он описывал вот эти разные состояния, да. Вот. И, собственно, они уже тогда писали, что здесь, когда они сказали, что вот Бог умер, так они сказали, нет Христа уже в Европе, все. А мы сейчас что видим? Полнейший отказ. Если, извините, в Дании, вот здесь вот, посмотрите, в Дании, что вы сказали, мы будем показывать в школе? Мы в школе в целях образования, в определенных классах будем показывать порнографию. Чтобы, так сказать, ребенок, выйдя в общество, не испытывал какого-то дискомфорта. Ну, например, уже поговаривают о легализации инцеста, да, ну, например, мамы там с папами в Норвегии, в Швеции, статьи, соответственно. Здесь еще есть там, да, конечно, семинары какие-то проводятся. Например, чего? А вот мой сын или вот моя дочь, да, ну, мама, например, какая-то, вот мой сын, вот у него будет первый опыт. Ну, вот он же может получить травму от него. Так лучше я его научу, а папа так в отношении... Ну, вы посмотрите, вот здесь вот традиции, и они почему здесь? А потому что среда-то не меняется, природа вот здесь вот. А вот логично, что было бы сохранить? Логично, что было бы сохранить? Логично было бы здесь вот здесь это все сохранить, как-то смоделировать все. Но это не смоделировали. Промышленное общество все сломало. Почему? Потому что человек слаб, человек энтропиен, он поддается хаосу, да? Потому что ему холодно, холодно, и он это все желает. И более того, а вот это как раз уже Эрих Фром, имейте ли быть, это уже бодрияр общества потребления, да? Это как раз человек, он же хочет власти, по сути дела. Он же хочет владеть вот этими средствами. Ну, вот представьте, вот здесь вот ваша ментальная айкумена, здесь какие-то у вас вот страхи, да, которые вы религиозно объясняете, да, боитесь, ходите там в церковь из-за этих страхов, да, вот они есть. Вы ими управлять не можете, а здесь вам дается иллюзия управления. Иллюзия достатка. И, собственно, вы здесь уже все. Как бы получаетесь на крючке, так он, цивилизован. И практически вот здесь происходит стоп-развитие. Ну, еще в каком-то смысле развитие здесь продолжается. Почему? Потому что здесь простого человека нужно было учить. Чему ему нужно было учить? А почему? А потому что он, живя в городе, работал на заводе. Ну, скажем так, а заводы были такие, что нужно было человека учить так, чтобы он на этом заводе, ну, скажем так, эффективно, нормально работал. Плюс, чтобы этот завод еще развивался, чтобы были какие-то новшества на заводе. Поэтому здесь наука и образование шли вот так. Но вдруг, вот все человечество вот здесь, все человечество в европейской цивилизации, можно сказать, а в западной, оно представляло некую из себя питательную массу. Питательную массу. На базе которой некая идея индустриализации, да, питалась, питалась ей, как таким бульоном, таким замечательным, питалась, развивалась на базе этого бульона. И вдруг вот здесь, ближе уже к 1900, где-то так, 70-м, 80-м годам, вдруг стали появляться автоматизированные системы управления, стали появляться системы роботизированные производственные линии, стали появляться САПР-технологии, САПР-системы автоматизированного проектирования, а ближе уже к 2000-му или за пределами 2000-х годов, это уже практически вот, пока я считаю, что идет зона динамического хаоса, и мы можем много чего сделать, появляется 3D-принтинг. 3D-принтинг. То есть это что значит? Это значит, что если у нас был завод, который выпускал автомобили, или микроволновки, или посудомойки, или вот видеокамеры, да, и на нем работало большое количество людей, то когда мы автоматизировали линию, нам что? Эти люди перестали быть нужны. Ну, если по чесноку, как бы, люди, которые формируют идеи и управляют, они что должны сказать? Ну, поскольку у нас высвободилась такая большая масса людей, мы сейчас создадим новую идею, под эту идею мы построим какие-то новые задачи, новые заводы, организуем людей, будем им деньги платить и так далее. Ну, допустим, не знаю, полетим на Плутон, на Марс, все-таки будем строить системы, будем колонизировать, я не знаю, пояс астероидов и так далее. И, собственно говоря, вот мы туда полетим. Для этого нужно большое количество населения организовать. Сейчас уже этого не надо, потому что все это могут сделать роботы или при помощи 3D-принтера. Слышали, например, недавно новость, что реактивный двигатель, ну, не полноценный, но вспомогательную силовую установку уже напечатали с помощью 3D-принтера. Не слышали такую новость? А вы слышали, что уже металлический пистолет стреляющий, у него, конечно, ресурс поменьше будет, чем у пистолета, произведенного обычным заводским способом, да? Его уже тоже напечатали с помощью 3D-принтера, причем не пластиковый пистолет. Представляете? Соответственно, высвобождается колоссальное количество людей. Куда их девать? И появляются кризисы в обществе. Но, естественно, экономика здесь сделала то же. Для того, чтобы не было революции, да, появился сектор, ну, скажем так, такой, появился сектор экономики, как сектор услуг, людей задействованы в секторе услуг. Когда высвободилось большое количество людей из таких заводских условий, появился сектор услуг. Вот сейчас экономика все время выглядит примерно вот так. Вот это вот промышленность. Это промышленность. Значит, деньги раньше были вот так. То есть количество денег. С появлением в модерне финансовых институтов и финансовых рынков, например, ценных бумаг, денежная масса увеличилась. И деньги сейчас стали вот так. То есть это денежный рынок. То есть, смотрите, достаточно большое количество людей сосредоточено на разных валютных биржах, играют, да, в общем, куча-куча фирм. А особенно если тут рассматривать деривативы, это вообще отдельная тема. Это финансовые рынки. Следующее. Рынок услуг. Это вот такой рынок. То есть рынок услуг, например, раньше, ну представьте, тут есть такое сравнение, ну скажем так. Вот представьте услуги по оказанию, ну не только медицинской помощи, а как сказать, у нас тут недавно фирмы, которые визы всякие оформляют. Вот, вот пускай вас отправляют. Как это? Турфирмы. Представляете, какой рынок услуг только одних турфирм? То есть, вот она промышленность, где танки производят, вот она здесь. Только она сейчас осталась маленькой. Вы говорите, так вкладывайте деньги в реальный сектор. Так вот он реальный сектор. Рынок услуг уже больше, чем вот этот реальный сектор. И дальше, вот такая вот область, которая поглотила все. Что это за рынок? Это рынок информационный. Рынок информации. Вы теперь в интернете расплачиваетесь. Вы платите за что? Купили айфон и еще доплачиваете за всякие программы, да? И теперь большое количество людей сосредоточено здесь. Но люди высвобождаются постоянно. Почему? Потому что все это автоматизируется. Автоматизируется. Это бич автоматизации. Что делать дальше? А дальше, по сути дела, постмодерн говорит о том, что людей... Вот здесь вот и заключается основная задача. Что модерн умер. Почему? Потому что вот здесь вот мы... Почему умер модерн? Потому что он был... Вот модернизация общества в чем заключалась? Вот построить город и дать человеку возможность существования в этом городе, закрыв все его желания, технологии. Но извините, если технология... Ну это и есть как раз технологический кокон. Если мы все человеку дадим, значит он что? Что, остановиться экономике? Нет, конечно. Значит, что делают? Вы слышали такой парадокс? Есть такой эффект вечной лампочки. В сущности, лампочку обычно можно сделать вечной, знаете, да? Вот. И раньше были такие вечные лампочки. Но лампочки сейчас, например, делают так, чтобы они перегорали через определенный срок. Почему? Для обновления. Для того, чтобы был рынок. Но в сущности можно делать вечную лампочку. Ну, конечно, ее можно разбить. И дальше. Что я хочу... Какая основная мысль? Мысль основная в том, что это не какой-то искусственный процесс. Это все естественный процесс. Понимаете? То есть вот переход из премодерна в модерн, это естественный процесс. И переход из модерна в постмодерн, это тоже естественный процесс. Это не какая-то теория заговора. Это естественный, объективный процесс функционирования общества. То есть вот здесь вот практически традиции нет. Теперь, почему традиции нет? А потому что человек перестает мыслить вот этими ментальными сферами. Причем, что на этапе практически завершения модерна получилось? А получилось вот что. Вам же продавать теперь стало очень трудно. Вот что значит продавать стало очень трудно. Поскольку вот этот случился технологический кокон, вот этот случился технологический кокон, то есть у вас практически все есть. Теперь вот представьте, значит, всем, ну скажем так, рынку рекламы вам рассказать о новом автомобиле или о новом каком-то свойстве, да, чего-либо, очень сложно. Поэтому, естественно, сразу появился вот этот вот эффект снижения уровня образованности. Почему? Потому что чем выше, ну, во-первых, я вам чертил схему, по-моему, чертил, да, квадрат потребления, да, выше утешение, соответственно, человек умнее, соответственно, он не будет низкими утешениями. То есть оказалось, что экономике не нужны умные люди. Уровень образования опустили. А знаете, откуда появилась баллонская система? Вот сейчас другая баллонская система. А она появилась вот для того, чтобы обеспечить переход вот сюда, в постмодерн. Почему? А потому что в постмодерне человек вот здесь, здесь не нужен аналитически образованный инженер. Почему? Здесь нужен человек-оператор станка с числовым программным управлением или обрабатывающего комплекса, как это сейчас говорят, так ли? А что это такое? Он получает флешку, вставляет эту флешку. На флешке уже что? Чертеж. И ему достаточно адаптировать этот чертеж куда? В станок. Методом что? Расставления чего? Галочек. То есть зачем здесь аналитический разве печек? Он здесь абсолютно не нужен. Значит, и что происходит? Значит, поскольку здесь уже все закрыто, экономики остановиться нельзя. Ну, естественно, создаются вот эти вот сферы. То есть вам создают новые сферы, где вы начинаете тратить свою энергию. Вот здесь вот в центре человек. Сначала вы вот это вот здесь покупали, потом вот здесь покупали. Потом, естественно, а то, что вы покупали, это вращалось все в финансах, а потом вы, значит, вот сюда, теперь в информационном, да? То есть у некоторых людей сейчас комната выглядит, особенно у молодых, она выглядит так. Это, значит, компьютер, столик, или даже компьютер стоит просто на полу, матрас какой-то на полу, да? Полностью аскетизм такой, да? И там угол заваленный едой какой-то там, коробками от еды там, и вот он сидит, вот целый день ковыряется. То есть ему это уже не нужно. То есть мы рвем в модерном и уходим в постмодерном. Значит, ну что, ну как эта технология появилась? Так вот, менеджмент, как элемент управления, да? Он, или, скажем так, в экономике, да? Естественно, вот что поняли. Они поняли, что человек как таковой, ему и не нужно вот этим знанием. Ему нужно, как бы, оформлять вот эти хотелки. Ему дали их оформить. Но потом сказали вот что. Ему даже не надо интеллектуальных хотелок вот этих вот, да? Ему нужны хотелки такие, понимаете, вот было интеллектуальное кино, например, да? Ну вот, скажем так, у нас был Тарковский. Я раньше очень любил Тарковского. Ну, случилось нечто, и я, как бы, не очень теперь его люблю. Вот, в интеллектуальном плане, да. На западе был Ингмар Бергман, да? Вот такие. И очереди стояли, например, в кинотеатрах. Все это смотрели. Но потом появился, тренд сменился. Появился Стивен Спилберг и Джордж Лукас. И знаете, что они сделали? Они изменили весь кинематограф. Знаете, чем? Они вдруг поняли, что... И все режиссеры в мире, и Голливуд это понял. Что движущая сила кинематографа... И, кстати, рекламщики это все поняли. Именно на этом. Что движущие... Ну, представьте, вот какие были эпохальные фильмы до «Звездных войн». «Звездные войны» первая серия вышла в 77-м году. Ее и снимать не хотели. Знаете почему? Лукас ходил со сценарием в студию «Коламбия», там, «Ворнер Бразов». Там, да вы что, фантастический фильм, да вы что? Вы еще не знаете, как спецэффекты делать? Да не надо это ничего. И он пришел вот в «20-ый лифокс», сказал, вот давайте. А интересно, давайте работайте. Дали ему там денег. И он начал работать, разрабатывать спецэффекты для этого. А почему не хотели предыдущие? А потому что они думали, они полагали, что фантастика это нечто интеллектуальное. А, между прочим, до «Звездных войн» вышел фильм «Одиссей 2001 года», сказали Кубрика. Кстати говоря, в «Одиссей 2001 года» Артура Кларка идея трансгуманизма прописана. Ну, может быть, мы о ней несколько позже скажем, да? А этот фильм интеллектуальный? Вы его сможете чисто в развлекательных целях посмотреть? Кто смотрел «Одиссей 2001 года»? Это эпохальный фильм. Кто-то его не смотрел, но это... Это фильм, который, знаете, 100 фильмов, которые надо посмотреть обязательно. Вот он там, в принципе, должен присутствовать. Вот. Или, к примеру, у Стэнли Кубрика есть там «Заводной апельсин» или «Сияние», да, там такие фильмы. Они... Кубрик вообще говорил так, что экранизировать нужно то, что очень трудно описать. Понимаете? Вот что нужно экранизировать. И он, собственно говоря, этим занимался. То есть была какая-то фантастика интеллектуальная. И многие появились, они думали, как мы заработаем-то на этом? Не такие уж деньги получат. Но Лукас сделал самое-самое... Вот он, можно сказать, как у Бодрияра есть, он сделал симулякер, так, некий термин, да? Он, по сути, сделал фильм о Лего. И, ну, еще, если проще сказать, смотрите, Стивен Спилберг и Журж Лукас, когда вышел фильм, например, «Звездные войны», а потом еще вышел фильм «Инопланетянин», если кто помнит, то у Спилберга был такой фильм, да? То они сорвали кассы. Фильм «Звездные войны» прошел на ура. И вдруг киношники поняли, открылся совершенно новый рынок. Кино нужно снимать для прыщавых пацанов. Почему? Потому что вот есть, например, мама и папа, которые что-то там в мыслях. И вот для того, чтобы они несколько раз сходили в кино, или вообще пожелали сходить в кино, их нужно очень-очень-очень сильно заинтересовать. Так ведь? Интеллектуальный фильм в этом смысле плох. Не сорвете такую каску большую, да? А вот их маленький подросток, у них хотелки интеллектуальные, они то есть, то нет, а у него? Они у него стабильны постоянно, он постоянно хочет развлечений. Соответственно, вот он основной элемент, на который нужно воздействовать. И в частности, опять же, это минус традиции, 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 уходят, уходят. А суть вот этого, да, фильма «Звездные войны», в чем заключается? Взяли простого грешного человечка, со всеми его пошлостями, да, со всеми его недостатками, перенесли его в среду фантастическую, как Лего. Вот просто сделали фантастическую среду, и он в этой фантастической среде занимается человеческими делами. Все. Понятно? Все. Собственно говоря, Стругацкие сделали то же самое, и тем самым убили фантастику, как надежду человечества. Но об этом тоже может быть попозже. И здесь как раз вот сферы, а кинематограф – это передача интеллектуальных идей населению. То есть абсолютно полностью, соответственно, выделилось тут же авторское кино, то есть кино для немногих, для интеллектуальных людей, и кино для всех. И как раз вот эта стилистика триллера, потому что блокбастер, он как раз и был изобретен Спилбергом и Лукасом. Собственно говоря, это тоже еще одна технология, которую человека сдвинуло в постмодел. А именно, скажем так, как времяпрепровождение, получение удовольствия. И вот что здесь интересно. Интересно то, чтобы вот эту вот часть, вот эту вот бытовую часть, рекламщики поняли, что теперь и как надо воздействовать на людей, что основной субъект – это вот этот вот подросток. И они сделали следующее. А для подростка вот вся вот эта вот ментальная сфера, вот вся эта философия, да? Ну, считайте, что вот американская философия закончилась или, ну, даже не то, что вот такая распространенная такая, да? Она закончилась, можно сказать, в эпоху хиппи. Вот она, скажем так, в таком, как бы, угаре наркотическом таком вот закончилась, а дальше пошли уже описания реальности, да? Если так можно сказать. Ну, проще тут, трудно выразиться. Ему, он ничего этого не понимает. Соответственно, что стали делать? Вдруг, они вот что сделали. Вот это вот бытовая экумена, где у него есть телефон, там, машинка, вот это, вот это, вот это у простого человека, да? И вот ее стали сакрализировать, и вдруг создали псевдо, ментальную бытовую сферу. И вот эту сферу наделили метафизикой. Вот эту сферу наделили метафизикой. Знаете, какой основной метафизический вот этот вот здесь слой? Вот, например, на западе. Успех. Магия успеха. Вдруг вспомнили, что есть мощнейшая философская система, называется фэн-шуй. Как расставить вещи так в кабинете, чтобы вам что? Свезло, да? Как повесить вот туда это? Как дверь в какую сторону должна открываться? Как ручка должна, да? Вот это вот все. Естественно, вот эти все восточные медитативные системы. А вы неправильно дышите, поэтому финансисты, ябь были такие. Вы неправильно дышите, поэтому вы не можете заработать, да? Сразу систему там, йога, вот в Америке до сих пор все по йоге с ума сходят, да? И так далее. То есть надо вот, вот, вот вам вот это все. А дальше, теперь появился Apple. Apple сейчас наделен чем? Это продукт сакрализованный, наделенный каким-то смыслом, он же появился не просто так. Когда вы его покупаете, вы часть какого-то там общества, да? И человека, смотрите, его оторвали от бытовой эйкумены, и его перевели вот сюда теперь. А человек нормальный вообще-то, он существовал, если вот возьмем, да, вот эта вот его сакральная сфера, его сознание существовало вот здесь. Почему? Потому что он, это все оформление, можно сказать, примитивного страха. Если он, мысли были его здесь, соответственно, они уже формировали высшую идею, высший смысл. Вот какой здесь высший смысл? И он уже здесь был потерян, его здесь нет этого высшего смысла. Ну и, соответственно, человека стали вытягивать вот сюда. Какой еще вариант появился? Вот здесь, вот здесь, человек когда рождался, следующий фактор, это фактор информации. То есть, вот я вам писал бытовой, экономический, как вам сказать, насчет экономики еще кое-что есть, но это несколько позже, да. А вот теперь вот, вариант с информацией, да. Вот здесь вот, человек жил-жил, жил-жил. Папа его жил в деревне, мама его жила в деревне, в селе, да. То есть информации особо много не появлялась. А когда появилась наука, можно сказать, стала формироваться, промышленность, информация стала копиться в геометрической прогрессии, да. То есть рост, 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 большой-большой рост информации. Информацию пришлось, выделился, безусловно, слой ученых, да, ее пришлось структурировать для того, чтобы передавать людям. Потому что технологии сумасшедшим образом развивались, да. Вы помните, после Второй мировой войны, да, технологии, ну извините, если мы Вторую мировую войну начинали авиации, извините, пропеллерной, то закончили уже реактивной авиацией, да. То есть рост информации был колоссален, ее начали структурировать, структурировать, ее стали структурированно передавать в образование, и соответственно человек хоть как-то, как-то двигался вверх-вверх. Но появился эффект, который описал Станислав Лем, эффект мегабитовой бомбы. То есть информации такое количество стало, что простое сознание не способно его что? Переварить. Представьте, уже химия, аналитическая химия, физическая химия, такая, такая, такая химия. А если брать там филология, филология такая, то есть разветвление, журналы такие, такие, такие. Огромное количество журналов стало появляться, да. То есть теперь как нам все это структурировать? Выход был. Кстати, этот выход предложил СССР. СССР сказал, что мы попытаемся для вот новых вызовов, вот которые вот здесь вот, новых вызовов, создать нового человека. прежде всего человека с системным мышлением. А вот здесь вот, вот на этом переходе, вот здесь вот выключили системное мышление. Почему? Потому что, когда у вас большое количество информации, ну, вот я обычно студентам говорю, невозможно вам всю криминалистику рассказать, даже если я пять лет вам ее рассказывать буду постоянно, невозможно. Надо учить не фактом, надо учить чему? Надо учить мышлению. Даже в принципе наша русская традиция образовывается на трех вещах. Я уже по-моему говорил. Это учение о нравстве. Сейчас человеку учат нравственности, потом человеку учат мышлению и только потом фактом. То есть, если мы человека бы научили мыслить, он бы здесь очень быстро, быстро, быстро разбирался. Он бы сам структурировал информацию. То есть, человек творец. Это убрали, системное мышление. И опять же, появляется объективный процесс и движение вот сюда. Соответственно, а кто теперь разбирает эту информацию? Автоматизированная система управления. Кто разбирает информацию? Человек понимает, как они работают. Тут же появляется эффект чего? Эффект знающих и незнающих. Значит, появляется каста программиста или инженеров жизни, как их многие сейчас уже начинают называть. А дальше появляются все остальные. То есть, те, кто или иначе, давайте так, на примере айпада. Те, кто формирует, те, кто делает айпад, вот те, кто ее создает, айпад, да? Криейторы. Криейторы. Значит, тот, кто создал айпад. Вот он, вот он создал его, да? И вот он понимает, как устроен и работает процессор, как как работает и устроена вся технология. и все остальные, которые не понимают, как это все устроено. Они не понимают, они отчуждены уже. Соответственно, он выделяется в касту. Появляется что? Иерархия. Интеллектуальная. Соответственно, смотрите, вот это все массу, которую многие сейчас любят называть быдло-массу, ее можно не учить. То есть, реальные технологии образования и личностного роста ей можно не давать. Мне вот всегда умиляет, я вот смотрю чужие там, да, вот эти вот, как сказать, ВКонтакте, аккаунт, и человек пишет деятельность там что-то по жизни. Саморазвитие. Прекрасно. Дальше, любимая музыка. Линкинг Парк, Металлика, Нирвана. Ну, здорово, отлично, такое саморазвитие просто. Любимые фильмы, ну, там просто уже с ума сойти. А он пишет саморазвитие. Значит, и смотрите, вот это можно не учить. Это всех можно не учить. А учить надо вот эту группу. Что появляется у нас? У нас появляется многоэтажное человечество. Но вот эти должны покупать. А как они должны покупать? А очень просто. Экономисты, менеджеры, собственно говоря, да, или теория экономики, она вдруг все стали думать, как заставить человека покупать. если здесь у человека в модерне, вот здесь вот у человека в модерне, у него было естественное желание купить, почему? А потому что вот здесь ему еще было холодно, нужен был обогреватель. Естественно, правда, да? Это же хотелка, нужно купить? Нужно. То в модерне все это закрылось. А дальше поняли, что оказывается, если человек не так умен, то на него можно информационно воздействовать с помощью рекламы, с помощью кинематографа и с помощью вообще средств массовой информации и возбуждать хотелки в нем. А если человек постоянно... А вот как вы думаете, что нужно было для того, чтобы постоянно поддерживать сакрализацию бытовой айкумены? Ну, например, вот это вот, еще раз, вот это вот бытовая айкумена из вещей. А вот это вот метафизическая уже бытовая айкумена, но это как бы продолжение или ну как вы скажете, это одухотворение вещей, наделение их там несвойствами-свойствами, да? Вот. Как вы думаете, что нужно было для того, чтобы вот эту айкумену поддерживать? И чтобы ее создать, чтобы она вообще никуда не пропадала, а функционировала 24 часа в сутки? Что надо было сделать? Интернет. Интернет. Потому что телевизор вы выключаете, так ведь? Потому что, когда вы смотрите телевизор, вы можете кормить собаку при этом, кушать, понимаете? Вы можете отвлекаться. А когда вы в интернете, вы не отвлекаетесь. И вот здесь вот в модерне, да, рост цифровых технологий это обеспечил. Как раз вот человек уходит в постмодерн, да? Вот он интернет, он все, 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 все вот это поддерживает. Там реклама, вот в интернете, если вы видите, она перманентна, то есть она постоянно, она включена во все процессы. И вы нехотя уже, вы даже не замечаете, как вы что-то покупаете, да? Почему вы отдаете этому предпочтение, да? И здесь вот, когда вот все это появилось, вдруг поняли, что так человек же, это вот, это же сознание. Главное, все технологии, все технологии, ну в частности, здесь уже попахивает таким оккультными технологиями, да? Нужно связывать вот к этому. И вот здесь вот, очень одна интересная экономическая мысль возникла именно вот в эпоху модерна. И тут же она явилась чем? Она явилась движущей силой, она явилась такой движущей силой, движущей силой в постмодерн. А именно, вот смотрите, как вы думаете, вот здесь вот появился Windows, Windows или корпорация Microsoft. в середине 90-х годов она стала делать большую кассу. А опыты Билл Гейтс там когда стал делать? Там 80-е? Когда-года? Там 80-е годы. Как вы думаете, вот если бы здесь был человек, которому были большие-большие деньги, и вот он бы знал, чем это все закончится, он бы вложил деньги? Да. Он бы вложил, и такую кассу сорвал, и вложил. И когда вот это вдруг такие проекты стали выстреливать, вот они все собрались на форумах и стали думать, а что такое-то? Это же можно как-то предсказать? И вдруг сказали, да, можно. А кто сказал? А дело в том, что у нас, кстати, такие в СР были люди, ну а, например, на Западе есть целые институты, которые изучают научную фантастию. Они сказали, вообще-то, раньше фантасты все это предсказывали. Вот Рэй Брэдбери, например, в одном из рассказов, предсказал плеер. Он даже, знаете, как его писал? В ушах у человека, он шел по улице, в ушах у человека было что-то наподобие раковин. Понятно, да? Из маленькой коробочки что-то там шло, ну и так далее, и так далее, и так далее, да? И он даже описал музыку. Музыка напоминала треск, одновременно свист, он даже описал современную музыку. А теперь представьте, сколько фантастов, забегая вперед, описали технологии. Все это, все это вовлеклось в науку футурологии. Соединилось все это с философией, и они попытались все это предсказывать. Все это предсказывать. А что значит все это предсказывать? Это значит реально воздействовать на общество. Обществу теперь нужно что? Вот здесь не технологии изобретаются, в частности. Знаете, что здесь делать? Здесь уже формируется спрос. А как спрос формируется? А спрос формируется при помощи средств массовой информации, или даже здесь, при помощи фантастических фильмов. Потому что рост постоянно, триллеры, триллеры, они все фантастические, фантастические. И вот здесь уже человеку вводятся образы, и все технологии, которые сейчас появляются, они для вас неудивительны. Нет такого, чудо. и вот такая вот глобальная технология по сути управления. И опять же, человек уходит в информационную сферу, и здесь для него реальным товаром, реальным, является исключительная информация. Почему? Потому что человек, в этом смысле, закрытый полностью вот этим технологическим коконом, ему нужно теперь какое-то новое удовольствие. А это непрерывный поток информации. Непрерывный поток информации. Но здесь случилось вот еще что. Все равно промышленность нужно развивать, технологии нужно поддерживать. Я вам уже чертил такую штуку. Сейчас еще начертю. Кстати, сказать, если вам сказать конкретный пример, вот здесь 1975 год. Вот когда Джордж Лукас ходил по киностудиям, у него был сценарий, и у него были картинки, которые нарисовали художники-гиперреалисты, и многие режиссеры, с которыми он говорил, они говорили так, и продюсеры, неужели все так и будет выглядеть в кино? Он говорит, да-да-да, вот так вот и будет выглядеть. А там были вот эти вот штурмовики, знаете, вот этих масок. Там вот эти вот. И уже Дарт Вейбер вот этот в маске. А вы знаете, ну, можно сказать, ну, фантастика, ну, солдаты будущего. А тут вдруг Пентагон недавно, совершенно лет пять так лет назад, даже чуть-чуть, даже где-то, наверное, в конце девяносто, даже в девяносто девятом году, он вдруг сделал тендер, знаете, какой? Он обратился к частным компаниям, корпорациям с таким воззванием. А сделайте мне, пожалуйста, решите мне проблему обнаружения, скажем так, решите мне проблему обнаружения бойца при помощи тепловизора. Ну, понимаете, да, что за много километров, ну, например, за километр, вот высовывается из окопа боец, и вот тут же можно на тепловизоре увидеть. Ну, хорошо, сделайте вы ему маску, прорези оставите, глаза тоже ведь теплые. Соответственно, фирмы стали предлагать что? Различные решения. И вдруг фирмы предложили очень похожие на то, что придумал ну, это футурологи придумали, художники, да, футуристы. То есть, надо было создать некий шлем, который отводил тепло, тепло нужно было куда-то вниз сбрасывать. Иначе я бы вот мог вам показать, ну, не знаю, показывать сейчас, не показывать, тратить время, не тратить, надо же потрачивать. Очень показательная такая картинка, тем более, мне кажется, что в каком-то смысле слова мне кажется, что Иоанн Богослов был прав. Я вам покажу шлем пилота самолета F-35. Знаете, да, я самолет пятого поколения F-35, не видели? Жуть такая. С глазками. Сейчас увидите. Вот, давай, здесь. Нет, нет. Да. Вот, что вы видите. Это шлем пилота. Ну, вы знаете, если бы человеку из Примодерна это показать, он что бы сказал? Ну, что бы он сказал? Он бы сказал, что это бесы. Да. Ну, собственно, вы понимаете, вот это вот, почему глаза говорят? Потому что вот это система проецирования непосредственно в глаза чего? Ну, как раз, это оптика, всей оптической информации по сути дела непосредственно впечатку глаза проецируется, и поэтому вот так вот все это блестит. Ну, вот, собственно говоря, мы имеем такой технологический сделок. Причем, вот практически все это было описано фантастами. то есть, оказывается, будущее состояние, ну, скажем так, развития технологий, а их можно, собственно говоря, предсказывать. Ну, это достаточно распространенная картинка. Ну, а мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Что происходит у нас? Так, да, происходит у нас еще вот какой эффект, сжатие времени. Вот здесь вот, вот, кстати, вы не заметили в фантастических фильмах, я сейчас буду перечислять, что-то, загибайте пальцы. Был такой фильм «Время» с Джастином Тимберлейком. Видели? Что там? Время. Фильм «Люси». Кто смотрел? Что там? Самое главное во вселенной? Время. Грань будущего. Самое главное это время. И посмотрите, что-то огромное количество стало фантастических фильмов, где самая главная тема «Время, время, время, время». А что это значит время? Почему так актуализируют информацию на это время? Да, вот, вот, сейчас вот расскажу еще одну вещь. Вот смотрите, что происходит. Технология ушла вот вверх, человечество перестали образовывать, мягко говоря, или технология уже настолько сложная, что человек оказался где-то здесь. То есть человек уже не может понять вот здесь вот технологическое развитие. простой человек. То есть появились так называемые ножницы. Это еще есть такой барьер Питерса или парадокс Питерса, который это описал. У него есть книжка такая «Поиск совершенства». Это в свое время была книга, ну, как вам сказать, это была книга бестселлер среди менеджеров высшего звена. Что он написал? Он написал следующее, что вот есть люди, фирмы, вот создали корпорацию. И вот люди, которые создали корпорацию. А корпорация, она развивается, 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 и наступает такой предел развития корпорации, когда вот эти вот люди, они не могут, не могут осознать степень сложности развития корпорации и не могут четко понять, какие знания им нужны, то есть какие знания им нужно получить для того, чтобы понять степень сложности. Понятно? Это называется барьер Питерса. Вот в каком-то смысле слова человечество подошло к барьеру Питерса. Выход из него, это выход, уход, как бы вот в полную виртуальную реальность. Просто колоссальную виртуальную реальность. И здесь получаются вот такие вот ножницы. Есть два выхода. Два выхода. Либо это гибель человечества. Тут недавно Стивен Хоукин, знаете, да, такой парализованный человек. Я бы прислушался к его мнению. Почему? Потому что он постоянно думает. Уже много лет. То есть он сидит, он ничего не делает, кроме как думать. И он сказал, что вообще-то если появится искусственный интеллект, это будет гибель человечества. А здесь уже очень недалеко до создания искусственного интеллекта. И вот здесь технологии ушли сюда, а человечество вот ушло сюда. Или это гибель человечества, а это нехорошо. Значит человечество нужно как-то вот туда подтащить. Но если его образовывать, если включить технологии личностного роста, это что значит? человек поймет, что технологии это не главное и откажется от этих технологий. То есть будет какая-то революция, правда? Значит этого не надо. Значит через IT-сферу, через сферу интернета, через вот это тут услуги информационные человеку вводят новые хотелки, показывают ему это в фантастических фильмах, и человека начинают соединять с технологиями. Его начинают вытаскивать, цивилизационное развитие вытаскивать, при помощи технологий. А это что такое? А это трансгуманизм. То есть когда создается нейроинтерфейс, когда человек начинает подключаться непосредственно к компьютеру. А что такое подключение собственно говоря непосредственно к вот к этой вот сфере? А это мы как раз решаем проблему избыточного населения. Есть две проблемы решения избыточного населения. Знаете как, нет? Ну если, ну к примеру, вот есть такая фабрика Foxconn, знаете, да? Она делает Apple. Ну практически всю продукцию Apple. На ней миллион человек работают. А вот недавно, ну я по-моему говорил на одной из лекций, американцы создали технологию, точнее они создали первую в мире роботизированную, автоматизированную линию, которая стала рентабельной, нежели чем аналогичной, укомплектованной китайцами. Это что значит? Это значит миллиарды лишние? Это значит им деньги теперь платить не надо? И они начинают переводить технологии назад к себе. То есть это значит и в Америке теперь не нужны люди. А что с людьми делать? Есть два выхода. Выход номер один. Ужасный конец или ужас без конца. Знаете какой, нет? Ядерная война. Не чувствуете тенденцию, нет? Поговаривать, да? Для чего вот это все сейчас заваривается, вот это вот так? Ну избавиться от лишнего человечества, да? Это еще проекты Римского клуба, если вы почитаете. И вариант второй, я уже о нем говорил, это, опять же, досточтимый лем, фантоматика или иначе формирование матрицы. Но дело в том, что люди, они еще находятся вот здесь, они еще пользуются микроволновками, они еще пользуются, то есть они находятся в теле. А вот если решить проблему человека соединить с компьютером, то вы понимаете, помните как у Булгакова, по-моему, Масси Маргарити, когда Толи Маргариту, то есть они зашли к Воланду и увидели, что почему-то квартира, она многократно больше, нежели чем она в реалии, да? А там, по-моему, это проблема пятого измерения, да? Что там? Она, кажется, больше многократно. То есть, а что такое интернет? А это пятое измерение. То есть вы понимаете, если мы людей, сделаем человека, машину, интерфейс, и сознание человека может переместиться куда? А Google эти опыты уже делает, да? Оно может переместиться в интернет и гулять по интернету, то мы создаем для тьмы все человечество, переносим куда? В матрицу. В матрицу. И человечество выберет это все добровольно. А почему? Я вам уже говорил, а кто откажется? От чего? От усилителей интеллекта. Кто откажется? И в этом смысле, кстати сказать, опять же, сейчас я, извините, опущу, чтобы вам подтвердить это все, а то вы скажете, что я тут говорю какую-то ерунду, голословную, а то часто там кто-то жалует, ну не часто, но жалуют на то, что все это голословные вещи. Вот я собираю новости. Давайте послушаем, ну это вот я несколько, да, смотрите, мозги двух крыс соединили цифровой телепатией. Представляете? Вы бы хотели мысли передавать друг другу, да? А вы представьте, а мысли можно разные передавать, а есть эротические мысли можно передавать друг другу, понимаете, да? Представляете, он в Бразилии, вы здесь, это не просто виртуальный, извините, да, вот это вот, не в пост будет сказано, да? Дальше. Вот. Неврологи продемонстрировали обучение в стиле матрицы. Я, кажется, тоже это говорил. Про один, это новость. Я могу ее открыть, это око планеты. Обучение в стиле матрицы, то есть решена проблема чего? Обучение, то есть не надо долго сидеть, слушать лекции, потом ходить читать в библиотеку, страдать, да? Страдать не надо. Учение и мучение это однокоренные слова. Господа студенты, товарищи студенты, лучше сказать, запомните, если вы получаете удовольствие от процесса обучения, значит мы, педагоги, сделали что-то неправильно. Понимаете? Вы не должны от этого получать удовольствие. Это большое, но я не понимаю, кто это, создатель, чтобы это удовольствовать? Неправда. Человек должен страдать в этом. Человеку все дается через страдания. Абсолютно все. Дальше. Смотрите. Одобрен имплант для контроля мозга. Более того, тут недавно Пентагон выступил. Что он сказал? К 2025 году все наши бойцы будут оборудованы мозговыми имплантами. Нормально? Так, следующий. Особенности восприятия мозга любой объект можно сделать частью тела. Здорово. То есть, это значит, что вам можно руку, если человеку, раз, и сделать нейро... Ну, как вам сказать? Ну, знаю, как это называть. Нейропротез. Или даже просто вот человеку внедрить в тело буквально что-то искусственное, да, вот такое искусственное, то тело через определенный период времени оно будет это воспринимать как что-то само собой разумеющееся. Понимаете? И использовать его. Вот они опыты. Следующее. Ну, современные медиа разрушают обществе людей. Это правда, да? Ну, вот я вот специально открыл одно. А вот это очень интересно. В Комсомольской правде было написано. В потоках информации мы теряем душу. Ну, на первый взгляд можно подумать, что это батюшки, наверное, какие-то писали. Нет, не батюшки. Да? Я читаю. Да? Директор научно-исследовательского центра по изучению памяти и старения Семельского института неврологии поведения человека Гэри Смол. Да? Вот поскольку интернет уменьшает способность концентрироваться и созерцать, то мозг со временем начинает ожидать поступления информации в том виде, в каком ее распространяет. Сеть в виде стремительного потока частиц. Мышление становится отрывочным. Чтение поверхностным. Пользователи лишь по диагонали просматривают заголовки аннотации. В итоге превращаются в простых расшифровщиков информации. А зоны мозга, отвечающие за абстрактное мышление, за переживание, практически атрофируются. Ну, ладно, мнение человека. Но! Тут это подтвердили кто? Или вы сказали, заявила со страниц журнала, да, вот еще, доктор психологии Ханна Дамазио из университета штата Каролина. Она это подтвердила. Особенно подвержена такому негативному влиянию, где эти чинь мозг находятся в стадии развития. Наибольший вред их моральному облику таким образом могут нанести новостные передачи, видеоигры, в которых одна сцена насилия и жестокости быстро меняется в другой. То есть, что это значит? Вот смотрите, когда человек очень много оперирует информацией, развивается так называемое интуитивное мышление. А вас сейчас всех ориентируют на интуитивное мышление. Почему? Откуда появилось интуитивное мышление? Особенно есть такие тренинги на развитие интуитивного мышления людей, которые на рынках ценных бумаг присутствуют. Вы видели когда-нибудь программу рынка Форекс? Вот эту программу видели, нет? Там вот эти показатели плывут и все регулярно меняется. А вы понимаете, что логическим мышлением невозможно рассчитать и спрогнозировать. Невозможно. Можно только интуицией. Скажите, пожалуйста, а может быть у вас интуитивное уважение к другому человеку? Я его интуитивно уважаю. А может быть интуитивная любовь? Или любовь это что-то такое, это такое ценное, которое чувство надо выстрадать, нет? Да? А что такое, например, озарение для человека? Понимаете? Вот как человек вынашивает идею? Понимаете? Вот это интуитивное, это очень связано с автоматическим письмом, я бы так сказал, в сеансах спиритизма, да? Вот таких новостей сейчас огромнейшее количество, просто огромное, сумасшедшее количество. Здесь вот возникает проблема времени, проблема времени, которую нам акцентируют, на которой нам делают акцент, да что ж такое прям, идти выключать, это геноцид какой-то. Хотя мне полезно ходить, но в любом случае. Проблема времени. А что за проблема времени? Смотрите, вот здесь вот человек рождался, вот он родился, смотрит, и его, откуда он родился, везут домой на лошади и телеги. Он умирает, и он везут, значит, на лошади и телеги. Правда? Да. Дальше, потом появилась технология. Вот здесь вот человека везли на лошади и телеги из роддома, а вот здесь уже его на катафалке отвозили, да? Уже машина, процессия или там, да? То есть время начинает сжиматься. То есть такое количество, как бы, такое количество изменений происходит в обществе, что мы уже, как бы, время, по сути, не чувствуем. Но! Как человек на сегодняшний день начинает воспринимать вот весь этот, вот все эти процессы временные? Вот смотрите, вот он. м continua. И вот у человека в сознании есть некий такой, ну, как бы, сгусток, сгусток. Вот, как бы, как вам сказать, такая зона, через которую, вот он получает, она мыслительная зона, он так сконструировал вот эту зону, такую мыслительную зону, через которую, вот, он получает удовольствие, да? И вот он через нее получает удовольствие. А вот это вот жизнь, да? Это долгая жизнь, долгая. Вот здесь вот долгие процессы, например, во многом открытие научное, а не методом созерцания а ученый, например, может хотеть репу чесать, да, прежде чем что-то написать, как? Может хотеть там неделями, понимаете, страдать художник, например, он может изорвать, правда там, ну, решить потом какую-то задачу, так вот а теперь смотрите, и вы, вот в информационном быстром потоке вы вдруг получаете какое-то удовольствие вы, например, куда-то съездили вы, например, обмениваетесь какой-то информацией и эти процессы настолько быстротечны настолько быстротечны что вы привлекаете, и для вас поток вот этого времени, вот этого все, оно сужается до вот такого вот очень быстрого протекания, то есть вы время воспринимаете теперь не как целое, нечто непрерывно движущееся, а оно для вас как бы съеживается в такую точку, в такой, как бы оно дискретно такое, да, как пулеметная лента такая, пулеметная лента становится и дальше вы через вот эту точку начинаете все воспринимать и для людей некоторых, вот особенно городских современных людей, для них тоска пройти пешком 5 километров не по городу. Знаете, вот за город вышли, пошли 5 километров, что тут пройти? Да ты что, просто идти? Да я плеер одену. А что такое вот это плеер одену? Или вот он идет, и что? У меня есть этот, там люди все идут по улице, изображение, не буду уже запускать, да, и они все. А он что пытается? А он вот это вот время протяженное, он что пытается? Он пытается его при помощи каких-то внешних технологий, он пытается его сузить. И как бы у него вот здесь вот в сознании, вот если он здесь сужает, вот здесь в сознании, оно у него разворачивается. Ну хорошо, я согласен, пусть у вас в сознании здесь время развернулось, вот здесь вот у вас время свое. Но вы это время наполните хорошими смыслами, а оно чем наполнено? Оно же не вечными смыслами наполнено, правда, да? Оно наполнено вообще непонятно чем и постоянно поддерживается. А кто поддерживает это всё? Вы в кино видите, какой монтаж? Помните у Бергмана, если кто Бергмана смотрел, или того же самого Раннего Кубрика, или Тарковского? Это монтаж медленный. Помните Солярис, кто смотрел? Там около минуты показывается водоросли вот так вот в воде. Я видел реакцию Соляриса. Да он издевается! Или эти беседы с Андреем Рублёвым. Понимаете? То есть весь фильм это монтаж. Понимаете? Раз, раз и дальше. И это видно всё по подборке фотографий ВКонтакте. Понимаете? Монтаж такой. Монтаж жизни. Бац, 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 бац. А где сам, собственно, человек вообще не ясно. То есть, а человек то и не нужен. Он во что превращается? А человек превращается в некую биологическую основу. Различных чего? Он как бы, он является супом таким. Он является такой, знаете, вот есть бактерии, которые в бульоне размножаются. Понимаете? Вот человечество начинает превращаться, если уйдёт всё в постмодерн, оно превращается в некий бульон, на базе которого будут развиваться все вот эти ваши гаджеты. Потому что человек становится какой-то биологической базой для чего? Для ношения и развития чего? Потому что берут вашу творческую энергию, используя её, развивают не в вас, а развивают вот в эту внешнюю сферу. И более того, поскольку гаджеты, они уже включены вот в эти автоматизированные системы управления, да? А когда будет создан искусственный интеллект? Я вот спрашиваю, зачем искусственный интеллект? И могу сам заответить, искусственный интеллект, программный или, ну, любой искусственный интеллект нужен, чтобы, я отвечу за всю молодёжь, как бы, за всё будущее человечество. Для того, чтобы мы имели право быть тупыми, это самое главное право во всём мире, быть тупыми. Ну, американцы, по-моему, ответили, что мы можем быть такими, потому что мы сильные. Вот. По-моему, это Джон Керри ответил так. Они там что-то лякнули в госдепе, да, и там сказали, ну, неужели вы такие-то? А мы имеем право, потому что мы сильные такие. Ну, как боя, потому что мы сильные. Вот. И получается вот такая парадоксальность. А в сущности, то есть, понимаете, вот аллегорически в фильме «Матрица» это что показано? Человек как в виде чего? Батарейка. Как человек-батарейка. То есть, понимаете, то есть вас используют как некую базу биологическую, как батарейку для развития вот этого всего. А используют ваши хотелки. Вот что самое-самое страшное. И это объективная причина. Почему? Потому что огромное количество информации. Огромное количество информации. Отсутствие традиций. Их же нет уже этих традиций. Понимаете? Более того, а вот здесь вы чем будете кормиться? То есть, вот здесь вот нужно ощущение какой-то постоянственности. Вот здесь вот постоянность какая-то нужна. Постоянство. Что? Вот здесь это обеспечила традиция. Походы в церковь. Ну и постоянно картина была одна и та же. Да? Села. А вот здесь что? А здесь это какие-то приборы были. Да? Бытовые. А вот здесь в постмодерне что это будет? А здесь уже не будет традиции. Знаете здесь что будет? Новация. Здесь вашу безопасность будет поддерживать новация. Новация каждый день. Инновационное развитие. Подождите. Так мы же должны хоть как-то для того, чтобы, извините, как-то нам двигаться вперед, мы же должны это для себя как-то вот здесь вот объяснить в голове? Мы не объясняем. В конце концов, все это приведет к тому, это приведет, как вам сказать, если совсем уж забегая вперед, но прежде чем я это скажу, я скажу еще одну вещь. Вот здесь есть большие противники. Вот если не сделать крое что, человек не уйдет полностью в постмодер. Знаете, кто большие противники постмодерна? В конце концов, вот эти все технологии, это технологии организации общества. Это технологии организации общества. А в каком виде оно будет? Ну в постмодерне общество просто соединится со всеми процессорами, с компьютерами и так далее, и действительно постмодерне. А вы же этого хотите? Кстати сказать, смотрите. Что еще сделало телевидение и средства массовой информации? Они сделали вообще потрясающую вещь. Помните, если раньше фантастика, она вся была космическая? Помните, да? Космические корабли. Человечество сражалось с инопланетянами, да? Раз, раз, раз. Но потом нас стали пугать. Появился чужой. И все космос стали воспринимать как нечто ужасное. Туда не надо. То есть нам сказали, что космос это злово великое. Туда летать не надо. Прекрасно. Потом вдруг фантастика как-то космическая, боевая фантастика, она ушла. И перестали экранизировать. В основном действия стали происходить на Земле. К нам кто-то прилетал. А это как раз зло великое из космоса, да? Да? Вот так вот. А дальше что? И вдруг появилось что? Фэнтези. 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 В литературе фэнтези. Правда, да? И фэнтези на экране. Вот этот компас, по-моему, там золотой, да? Этот Толкин. Аватар. Ну и аватар, в принципе, в каком-то смысле фэнтези, да? Такой с космическим таким уклоном. Но аватар, он другое делает. Аватар сделал то, что он сделал вот этот факт иллюзорного мира. Понимаете? Самый иллюзорный. А что такое фэнтези? А фэнтези это необычные свойства. Палочкой взмахнул. Спелл. Правда, да? Например. Хопа так, да, так. Напрягся. Мебель задвигалась, да? Замечательно, правда? А вы же в реале этого не можете сделать, правда? А если вы уйдете в интернет, вам там будет и пятое измерение. Вы не видели, нет? Hollow Glass, по-моему, называется сейчас. Microsoft сделали, нет? Очки с дополнительной реальностью. Познакомьтесь, что это такое. Окул. Нет, и еще Окулус. Так вот, Окулус что делает? Знаете, как будет выглядеть страница в виртуальной реальности? Это будет не страница, как вот вы ее видите. А это будет целый ваш мир. Вот вы будете кому-то заходить на страницу, вы вот будете заходить в замок. Вы будете просить разрешения зайти. Там будут могилы какие-то там, да? Он будет в виде кого-то. Кто-то хочет феей быть, будет феей. Понимаете, да? Все это. А когда будет у человека машинный интерфейс, понимаете, когда будет у человека машинный интерфейс, то есть будет мгновенно обмениваться информация, то человек это все будет реально чувствовать. То есть вот у крыс телепатия, понимаете? Нет уже. Вот все. То есть вы поймите, а дальше человек, понимаете, то есть человек захочет разобраться, то есть вам скажут, а знаете, как это скажут сейчас? Скажут, это же новый гуманизм. Это же нео-гуманизм, понимаете? Как могут войны проходить? А вот кибервойны, люди будут целыми, война будет вот здесь. Вы хотите подраться с кем-нибудь, делитесь вот здесь, но вы же здесь ни синячка, ничего. То есть вас не развивают, развивают вот эти технологии. Ну я вам говорил, например, о маринованном тконосе, но здесь это уже нечто другое. И дальше фэнтези, вам уже приготовило это все. Хогвартс. Вам делают Хогвартс, большой. Вам делают этот аватаровский лес. Понимаете? И плюс это еще все дополнит робототехника, нанотехнологии робототехника и все. Зачем вам работать? И кстати сказать, вы новую работу будете искать в IT-сфере, понимаете? Вот здесь. То есть вы будете лежать дома, вы будете подключены к компьютеру и будете там искать работу. Итак, а вот здесь сколько человек можно задействовать в работе? Сколько? Миллиарды. Двадцать миллиардов. Понимаете? Двадцать. Я уже говорил, что вас можно всех кормить какой-то биологической дрянью такой, белковой, да? А вам в сознании, ну я по-моему говорил вот так что-то. Вам в сознании будет проецироваться, что вы что-то там едите. Опять, вот постмодерн это и есть. Мы к этому идем. Это в каком-то смысле слова глобальная эпоха зла. Но кто противостоит этой эпохе зла? Этой эпохе зла противостоит два явления больших. Два больших явления. Например, такое явление как, ну не явление, а как бы исторических феноменов. Такое явление как, ну даже это не явление, как сказать, это цивилизационные структуры, да? Это ислам и православие. Ну или христиан. Почему это большие опасности? Почему? Потому что они хранят традиции. Они хранят нормы. Они дают человеку идеал. И в них сосредоточено некое знание, которое может всем западной цивилизации, чтобы помешать, ну скажем так, перевести человечество в состояние постмодерна. И ислам и христианство, они в этом смысле выполняют одну и ту же задачу. Что сейчас произошло? Шарли Эбдо. Нет, христианство не стало в Европе. А где оно есть? Что сделал Шарли Эбдо? Прекрасно. Прекрасно. То есть, по сути, нас что делают? Нас ссорят. Понимаете? То есть, с точки зрения, мы выполняем одну и ту же функцию. Строительство человека. И там, и там. Более того, тут ИГИЛ сформировали. Для чего? ИГИЛовцы там убили христиан. Понимаете? Это что? Это для чего? Происходит вот эта технология разделяя власть. Расслоение такое произошло. Теперь вот что происходит. Смотрите. Поскольку ссорят... Вообще, я считаю, что... Я думал, говорить это или не говорить, но думаю, что скажу. Я считаю, что христианство и ислам — это не союзники. Не союзники в каком смысле слова? Союзники — это очень неудачное слово. Мы не союзники. Мы — одна армия, в которой есть разные рода войск. Вот ислам — это может быть, не знаю, морская пехота или ВДВ. Или пусть это будет ВДВ. А мы — это морская пехота. У нас разная тактика, понимаете, нет? В рамках одной... В рамках одного управления. Понятно? Не надо. Я думаю, что слово «союзники» употреблять не надо. Потому что вот здесь мы союзники, а вот здесь мы не союзники. А почему наезд такой идёт на ислам? Пусть и рай в этой же когорте находится, ИГИЛ в этой же... То есть традиционный ислам искажается многократно, да? Почему? А потому... Вот секты... Это сейчас вообще не проблема. Почему? Секты не способны сформировать... Во-первых, дать человеку такую стратегическую пассионарность. И секты не способны сформировать цивилизационные структуры, которые будут минимум существовать лет сто. Могут секты это сделать? Нет, не могут. А кто это может сделать? А тысячелетние проекты существуют только теперь вот здесь. На ближайшие тысячи лет, понимаете? Ну это же враги, их же надо уничтожить. Вот, собственно говоря, иссоя. Ну, в общем, это одна из таких... А только две религии, а остальные религи... Ну, вы знаете, я буддизм подозреваю в том, что буддизм, наоборот, он является одной из движущихся сил уйти вот сюда. А еще третья аврамическая религия. Иудаизм? Да. Ну, нет. Я называю именно те, которые сейчас находятся в таком столкновении. И иудеи в этом смысле, они тоже... Вы знаете, что сейчас, например, вышли карты, напечатанные на западе, где нет Израиля? Слышали, да? Например, вышли карты, где Россия там разделенная, нет Сирии там, ну и так далее, так далее. То есть они формируют будущую такую реальность. И, собственно, да, все аврамические религии, они, собственно говоря, вот двигают человека. Есть там противоречия, но не об этом сейчас разговор, это совсем другая тема. Вот. Если у нас тут гибнет человек, и на фоне... Так, вопрос-то вот еще в чем. Если появится у нас вот эта сырьевая база, то есть человек превратится в сырьевую базу, на основе которой будут развиваться все технологии. Это раз, появится каста инженеров, программистов, которые будут формировать вот здесь вот весь его пространство. Представляете, какая это будет привилегированная каста? Которую будут формировать и программировать все пространство. И дальше будет некая научно-исследовательская группа, которая будет определять вот эти все возможности. К чему мы идем? Многоэтажное человечество. Касты. А вы знаете, какое государство может ринуться в постмодерн, минуя модерн этап? Индия. Они находятся еще в премодерне. В состоянии такого ренессанса в каком-то смысле слова. Большая часть населения. Проподавляющее постмодерн. И они, минуя модерн, легко ринутся в постмодерн. Легко. А вы представляете, какая это движущаяся сила? Они же хотят. Они хотят реванша в каком-то смысле слова. Так ли? Кстати сказать, что вас загонит туда? Если будет ядерная война, вы никогда не задумывались, вот если здесь пару бомб взорвется в Петербурге, что будет с Петербургом? Ничего. Ничего не изменится. Ну во-первых, кто-то будет из подвала, он не вылезет из подвала. Потому что все завалит здесь. Ну это не важно. А потом кто останется в живых, он выйдет. Это же будет ужас, нечего есть. Холодно, голодно. Кстати, очень большая проблема будут собаки. Потому что собаки начнут сжать вас. Собаки огня не боятся, между прочим, в отличие от волков. Ну и не важно. И вот вы ходите, знаете, такой будет апокалипсис. Апокалипсис такой, да? И вот вы ходите, ходите. И вдруг вы соединяетесь, все соединяетесь. И вдруг вам какая-то как мессия. Кто-то приходит и говорит, ребята, у нас есть возможность уйти от этого ужаса. Вы говорите, куда? Понимаете? Вы его воспримите как новую мессию. И все. Понимаете? Все. И в этом смысле вам уже формирует апокалиптическое сознание. Метро 2033. Сталкер. Уже есть туры по заброшенным объектам Советского Союза. Знаете? Военным объектам. Тур в Припять. Да? В город. На Чернобыль-2. Этот мистический объект. За горизонтное. РЛС Дуга-2. И все. Господи. Что-то мистическое. Так вот. А это что? Это апокалиптическое сознание. Вас уже приготовили к этому. То есть сознание. Многие считают. Вот я одену рюкзак. И я такой. Хопа. Капюшот. Вот здесь вот так. И пошел. Я говорю. Вы знаете. Когда вы заболеете. Вы отдадите все. И сделаете все за простой пенициллин. А как вы выживать будете? Не зная вообще ни выживания, ничего. Здесь еще вот какая вещь происходит. Это происходит с обществом. Вот здесь вот большая консолидация общества. Вот здесь. Кстати сказать. Если продолжать уже ближе к завершению. Я говорю. Знаете. В конце концов. К чему это придет? Это придет к тому. Что каждый отдельный человек. Он будет никем. У него будет разрушена личность как таковая. Личность будет внешняя. Иначе. Вот знаете. Вот разница между образованиями. Да. Вот сейчас. Вот здесь. Вот в эпоху модерна. Человек с образованием системным мышлением. Его можно сравнить так. Вот знаете. Есть системы позиционирования на земле. Да. Разные. Есть спутниковые системы. Например. GPS ГЛОНАСС. А есть инерциальные системы. Инерциальные системы. Что такое. Вот если сравнить с образованием. Инерциальную систему позиционирования. И вот эту. Глобальную систему спутниковую. Ты смотрите. Вот. Если. Это. Как бы сказать. Современный человек. Его можно сравнить. Вот. Вот. В рамках вот этой. Спутниковой системы. Смотрите. Вот. Человек. Его сознание. Вот. Его сознание. И. Вот здесь вот. Вот здесь. Есть источники информации. А это спутники. Понятно? Это спутники. Ну знаете. Что над землей. В GPS. Вот над землей. Висит 24 спутника. Это будет 30 спутников. И они дают сигналы. По которым ваши телефончики. Да. Дают геотеги. Так. И все. А теперь смотрите. Вот это спутники. Это источники информации. И вот они дают вам информацию. Это вот современное образование. А теперь представьте себе. Вот когда началась в 2008 году война в Южной Осетии. Да. Американцы взяли и сделали погрешность в GPS данных. И наши артиллеристы не могли пользоваться чем? GPS. Погрешность была там 100 километров. Ну представьте. У вас так погрешность плюс минус 3 метра. А там погрешность 100 километров. Представьте себе. А теперь вот наше современное образование. Это вот эти вот. Вот эти вот. Как сказать. Координаты. Которые можно по любому молчанию изменить. И манипулировать человеком. А что такое инерциальная система? А инерциальная система. Это вот как раз. Это системное мышление. Смотрите. Мышление. Это вот такая. Вот едет танк например. Вот почему. Потому что например средствами радиоэлектронной борьбы. РЭП. Можно вот эту систему подавить. GPS можно убрать. И клоназ можно убрать. И все. Как позиционироваться? Ракета не находится. Нету ничего. Или танк не может найти например там нужную точку для сбора. Да? А теперь смотрите. А есть такая коробочка в танке. И в этой коробочке следующая информация. В этой коробочке цифровая карта местности. То есть вот здесь вот. Он никаких внешних данных не получает. И плюс к тому. Есть датчики. Гироскопы. Танк едет. Учитывая скорость движения. Направление движения. Что делает по карте? Прокладывает машут. Прокладывает машут. И он точно знает. Ну чем точнее у вас цифровая карта и измерение скорости угловых показателей. Тем точнее вы можете что? Определить. Так смотрите. А у человека сейчас по такому же принципу сформировано сознание или нет? У него нет такой возможности. Вот вам сравнение. Нам нужно идти вот по этой технологии. Дальше. А нам делать вот это. Мы полностью зависимы от внешних источников информации. Манипулируй как хочешь. Что называется. Так вот. Что пытаются сделать. Так сейчас я еще покажу. Сейчас я еще покажу. Да. Значит. Что пытаются сделать с человечеством. Вот если каждый отдельный человек будет вот здесь вот в обществе, в будущем. В постмодерне. То что произойдет. Смотрите. Каждый человек. Он будет сформирован вот по этой вот системе. Он будет лишен личности. То есть он как бы будет такой пустышкой болван. Болван такой, который абсолютно зависим от чего? От внешних источников и способов получения информации. А внутри вот этого стержня нет. Вот я тут недавно книжку нашел, отсканировал и выложил в интернет. Называется так. Личность и ее формирование в дошкольном возрасте. В детском возрасте. Представляете? В СССР было изгнано. В 68 году. Я вот выложил. Понимаете? И смотрите. Что это значит? Это значит, что люди все равно будут объединены в систему. А вы видели принцип муравейника, да? Каждый муравей в отдельности – это ничто. А вот когда они все вместе, то есть это принцип роя. Из нас в будущем попытаются сделать мыслящий рой. По отдельности вы не что? Вместе. А на самом деле что значит? А рой он управляется кем-то. Понятно? А если бы мы шли по технологии, которая была предложена, или по образованию, которое было предложено, извините, советской школой, каждый отдельный человек что представлял собой? Систему. Вот вы видите, вы сами по себе, ну например, человек в будущем, сам по себе не будет обработать системой. Он будет обвешен разными, извините, гаджетами, датчиками. И он, если его вот так вот увеличить, он не система. Он всего лишь маленький элементик какой-то системы. А если мы бы шли по советской школе образования, каждый человек – это личность, каждый человек – это сложная система. Соответственно, если он включен в общество, то общество становится суперсистемой. Вы представляете? А теперь, ну я надеюсь уже кто-то знает теорию системы. А вы знаете, представьте, вот, например, рой и продолжите, эмерджентный эффект в раю. В раю? Хорошо, да. Ну, эмерджентный эффект, который дает рой, и эмерджентный эффект, который появляется вот в этой сверхсложной суперсистеме. Это же разные эмерджентные эффекты. А эмерджентные эффекты предсказать невозможно. Ну, эмерджентность иначе. Я думаю, может быть, если после этого вы меня анафеме не предадите, можно будет собраться как-нибудь, поговорить вообще отдельно о системах или о человекостроении. Ну, это еще там отдельная тема. Соответственно, вот само по себе общество, вот если вот так вот будет формироваться. Вот смотрите. Вот здесь вот общество, вот здесь общество, оно было консолидировано. Я уже начинал вам говорить. Вот здесь вот общество, смотрите. Здесь вот, например, ну, скажем так, гильдии. Гильдия, там, сапожников. Гильдия, там, кузнецов, да? Традиции свои. Вот гильдии, гильдии. Они объединялись, да? В городах могли быть гильдии. Передача информации. А вот здесь, а почему? Потому что они жили на одном месте. В городах гильдии пропали. Да? Или, например, они были в гильдиях либо пекарных, там, и так далее. Почему? Они хранили свои секреты в этих гильдиях. Вот я хлеб лучше пеку, чем вы. И поэтому у меня спрос на этот хлеб большой. А теперь с развитием информационных технологий, быстроты передачи информации, гильдии разрушились. Консолидация общества разрушилась. И теперь смотрите. Девушка, знаете, как вы можете работать? Вы можете сидеть и, например, объявлять. Вот хороший пример, по-моему, есть у этого, у Баумана. Он, например, пишет, что может быть девушка, она жить в Америке, а при этом работать где-нибудь в Париже. Почему? А потому что аэропорту в Париже нужен человек с хорошим знанием английского для объявления чего? Самолет прибывает туда-туда-туда. А зачем ее физически там, чтобы она была, да? Ей за квартиру там плати, вот это, страховку плати. Так ведь? Она может прекрасно сидеть где? У себя в Америке, сидеть за компьютером и читать через скайп это все. Правда? То есть это значит, что у нас общество расконсолидируется. Значит, вот здесь в постмодерне будут созданы новые методы консолидации общества. А это уже... Это не вы их создадите, как вот эти гильдии. Это будут не ваши свойства, это будут внешние свойства. То есть человек опять какого-то робота такого. У Эриха Фрома есть замечательная фраза, тоже в виде демотиватора она есть на шок. Раньше люди боялись, что они будут рабами. Но надо бояться того, что люди станут роботами. Сказал Эрих Фром. Вот. Соответственно, вот здесь появляются вот сейчас, в этом зоне динамического хаоса между модерном и постмодерном, некие общества. Одно из них мне дико нравится. Анонимус. Знаете, есть такое рожа с улыбкой такая, да? Анонимус. А эти общества, они чем замечательные? А это общества так называемые спонтанные. Такие стахастические. Они такие не стратегического характера. Вопрос, а сколько это общество может держаться? Вот общество, которое было, например, в семнадцатом году или до семнадцатого большевики, они соединились по какому-то интересу общему, они в конце концов создали целое что? Государство, так ведь? Целое цивилизацию. А вот они что смогут сделать? Немножко системе навредить? А, F the system, я не хочу слово это говорить. F the system, да? У меня есть здесь видеоролик, я хотел показать, но думаю не буду. Вы знаете откуда эта рожа появилась, да? Вот эта с ухмылкой. Анониму, знаете, да? Есть такой фильм, В значит Вендетта. Кто смотрел? Смотри. Значит, там актриса играет Натали Портман. А как Натали Портман стала умной? Кто-нибудь помнит? Как она переродилась? А этот анонимус ее взял и в тюрьме мучил. Мучил ее, пытал ее, она там плакала, она уже как бы все, она уже поняла, что она умрет и так далее. И вдруг она потом очнулась и дверь в камеру открыта. Она выходит и видит, что вот этим вот человеком переодетым был вот этот анонимус. И она спрашивает, зачем ты это делал? Он говорит, только так, только через эти страдания ты поймешь, кто ты есть, чего ты хочешь и так далее, и так далее. Вот то есть через такие гиперстрадания. И вдруг она перерождается. У меня, конечно, зачем ты это делал? И вдруг она перерождается. Я вот всех, кто вот эти маски, которые выходят, знаете, на митинги и одевают вот эти маски. Я вот всех вот лицемеров, которые эти маски одевают. А вы хотите так же, вот так же, такую технологию образования получить? Хотите, нет? Прежде чем масочку вот эту одеть. Давайте вот так вот, чтобы вас воспитать. Чтобы вы переродились. Тогда одевайте эту маску. Не хотите, да? Вы же хотите. А как? Он надел эту масочку, в айпадике что-то написал, да? Откомментировал. Собрались флэшмобы. А вот вам флэшмоб. Новое, да? А флэшмоб это что? Это не из супер. Это рой. Флэшмоб это технология роя. Роения. Да? И что происходит? А потом он фальшвейер бросил. Коктейль Молотова бросил. Раз. А потом пошел куда? В суши-бар. Наелся суши. Купил кофе по-ирландски. Заказал себе штрудель яблочный. Нет, 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 нет. Сейчас же не штрудель яблочный любят. Сейчас любят не это, тирамису. Исключительно тирамису с кофеёчком, с кофеёчком. И чаёк-то необычный, да? Тоже с каким-нибудь там прибамбахом. Понимаете? И вот они сидят. Они кушают. Понимаете? Такие пожиратели жизни. Нём-нём-нём-нём. А почему он участвует в этом флэшмобе и так далее? Зачем? Это вот здесь вот яблоко, вот здесь. Такое выделение адреналина. Соответственно, проблема ещё в чём заключается? Проблема заключается в том, что у нас ликвидируют науку как таковую. Например, у нас была создана целая схема. А вот можно отдельно встретиться, назвать вообще тему. Человекостроение. У нас была создана целая отдельная наука. А именно система — это Академия наук. Это было кошмарное количество различных институтов. Кошмарное количество различных институтов. И они что делали? Они исследовали огромные области. А потом вот так вот должны были всё это фокусировать. Объяснять через образование, через средство массовой информации. А это же всё было, помните? Включали телевизор и смотрели два канала. И смотрели документальные фильмы. Техника молодая. Всё это было, правда? И всё это фокусировалось на конкретного человека и обеспечивали ему рост. Как это можно представить? Это можно представить в виде горнопроходческих работ. Вот смотрите. Вот это вот — основной тоннель. Это человечество. А вот наука — вот есть вот этот тоннель. А вот есть ещё тоннель разведывательный. Он, как правило, узкий. И он идёт опережающий. Вот здесь, например, может быть метр сто. Знаете, зачем он идёт? А он вот здесь вот бурит. И он вот сюда, к большому проходческому щиту, потом сообщают специалисты, какие здесь грунты, какие резцы меняют. Понятно, так к чему готовится. Так ведь? Соответственно, наука может сделать что? Она предупреждает вот так вот честно. Но во время от времени наука, знаете, что может сделать? Она может ускорить развитие человечества. Знаете, каким образом? А это так делалось. Смотрите. Делается вот здесь вот такой шурф. Прогуривается. И начинают долбить навстречу. И так вот — опа! Ускоряют развитие человечества. Понимаете? И вот это блокируется. Почему? А потому что у нас Российская Академия Наук практически что? У нас тут институт один сгорел. Мало кто представляет. И не он. Мало кто представляет какой-то удар именно по гуманитарным наукам. По гуманитарным наукам. Это же институт научной информации по общественным наукам. Там такая кладезь информации. Ну просто это чуть ли не отдельная тема. Так. Ну что? Сколько мы уже тут? Еще есть, да? Далее. 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 Так. Ну вот здесь, знаете, нам что еще здесь делать? Средства массовой информации принялись играть вот в какую игру. А не вот здесь, вот здесь вот. Потому что у общества вот здесь вот, особенно у нас, да? В России есть некая такая память. А у нас напоминает все. Особенно 9 мая у нас напоминает, да? Вот мы в 9 мая попразднуем и что-то как-то... Да. Не засохли мы еще. Все нормально. Да? Я вот ходил на акцию «Бессмертный полк» с детьми там, да? Вот, значит, с дедом, да? Все. И я видел глаза иностранцев. Вы не представляете, как они были поражены. Но они были не испуганы, они были поражены. Вот они стояли вот так вдоль Невского. Люди стояли, даже молодые, плакали. Вот они видели. Я слышал такие, я на следующий год обязательно тоже пойду. Понимаете? То есть это какой-то прорыв, какой-то вот такой, знаете, от сна какой-то. Какой-то священной энергии какой-то вдруг, да? Во многих людях это пробудило. То есть это здесь все есть. Соответственно, людям вот здесь вот, всем надо кое-что показать. Они надо им показать, какие они плохие. То есть создать так называемую социальную депрессию. А ведь, смотрите, большую роль играет в, например, в формировании будущей, будущности человека, это так называемый исторический оптимизм. Почему раньше в СССР было большое количество браков людей, вообще, ну, 18 лет, 17 лет, было большое количество браков. Знаете почему? В 20 лет. Уже женились. Квартиру давали. Потому что, да даже не квартиру, потому что люди были уверены в чем? В завтрашнем дне. А вы понимаете, что вот эта вот уверенность, это очень святая вещь. Ее формировать очень трудно. Вот вы не сможете ее за один, за год, вы ее не сможете сформировать. Она формируется долгие годы. И она была у большинства. То есть люди спокойно женились. Потому что у меня будет работа. У нее был исторический оптимизм. Да? Вот у меня, например, исторический оптимизм был. Почему? Потому что я воспитывался на подшивках журнала техника молодежи. Мне там рисовалось будущее. Я могу картинки показать. Какая будет Москва в 2000 году? Как мы будем летать в космос? Как мы будем на Венере? Как вот это, вот это. Понимаете? А теперь смотрите. Вот это все блокировали. Исторический оптимизм у нас убрали. Ну как? Что будет-то? Ради чего живем? Да? Это все убрали. То есть исторического оптимизма нет. Сейчас все говорят. Сейчас два варианта. Либо будет ужас без конца, либо ужасный конец. Ужас без конца это вот это. А ужасный конец это ядерная война. Значит. Но тут еще вопрос вот. А чтобы вас вообще вогнать вот в эту депрессию. И такую социальную. И перевести вас вот в состояние постмодерна. Такую вдвинуть еще. Средство массовой информации вам нагнетает вот эту социальную депрессию. Есть. И тут своевременно так. Вот почему-то я так подожбор. Появляется фильм «Левиафан». Смотрели? Да. Я не очень хочу комментировать этот фильм. Но я вынужден его. Потому что в масть он мне прямо в лекцию попал. Вот. «Левиафан». Ну просто потрясающе. Ну вот. А почему? Я вот что хочу сказать. Ну конечно. Снято талантливо. Я по-моему в одной из лекций говорил, что как бы энтропию снимать талантливой не надо обладать талантом. Потому что она сама по себе талантливая. Вот какашки лежат, они сами по себе уже органичны. Вы их как угодно снимаете. Понимаете? Вот фотографируйте. С любым освещением снимайте. Они уже органичны. Понимаете? Вот помойка. Вы снимайте как угодно. Она органична сама по себе. Вот. Это все равно, что снимать щенка. Он непосредственно органичен. Так ведь? Так же и помойка будет непосредственно органична. Естественно. Да? Вопрос вот в чем. Смотрите. У нас было общество. Вот фильм «Левиафан» это фильм «Приговор не нам». Вот сейчас расскажу кому это приговор. У нас было общество. По разделению труда. По разделению труда. Это общество. Кто-то должен был пахать. Кто-то должен был родину защищать. Кто-то должен был в магазине стоять. Да? Естественно. По разделению труда. Общество. Вот как в науке. Да? Для того, чтобы развительную шахту обеспечивать. Выделило или делегировало полномочия познавательного труда определенным людям. Которые сформировались в касту. Ну, своего рода. Да? Это что были работники интеллектуального труда. Так? Но еще сформировали. Для того, чтобы люди понятными образами все-все-все-все-все объясняли простым людям в государстве. Это вот актеры, певцы. Да? Которые могли нормальными образами, да? Писатели объяснить народу что-ли. А вот эти вот они вот философы тут, да? Вот здесь вот математики, физики, химики. Вот все-все. Это вот все такой интеллектуальный труб. А вот здесь вот это вот все, да? Такая, как махина такая, да? Она движется вперед. А вот здесь вот, вот здесь вот порода. Это, по сути, такая, знаете, плотная энтропия. Вот здесь. И вот, по сути, бур, вот этот вот, да? Это вот работники научного труда. Что они делают? Они прорываются сквозь эту энтропию и что делают? Познают ее и объясняют людям, объясняют людям, объясняют людям. А энтропия, она есть и так в обществе, так ведь? Но они ее познают и объясняют, чтобы ликвидировать эту энтропию в обществе. Или многократно ее снизить, так ведь? То есть происходит такая постоянная борьба с энтропией. Постоянная борьба с энтропией. Что показал фильм «Левиафан»? Фильм «Левиафан» — это приговор вот этим вот. Вот. Вот это вот, вот это вот касте. Вот этим вот работникам умственного труда. «А, ребятки, так вот вы как справлялись с энтропией». То есть Звягинцев снял фильм «Приговор ученым». Он сделал приговор так называемой интеллигенции. Понимаете? То есть это интеллигенция, понимаете? Вот то, что там так вот пьют и там вот такая вот грязь интеллектуальная, да? Это кто виноват? Эти люди работали, понимаете? Им некогда думать было. Вы им должны были объяснить. А вы им не объяснили? Наоборот! Вы же еще и в социальную депрессию вернули, так ведь? Когда стали оплевывать старые идеалы. Да? Так «Левиафан» это против кого снято-то? Так вы же сами против себя фильм этот и сняли. Это как бы приговор. То есть вы оставили будущим поколениям обвинительное заключение для вас. Я как криминалист говорю. А обсуждают на радио. Да, 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 этот фильм отражает реальность? Конечно, отражает. Французские журналисты съездили в это село. Ну, не село, а в этот городишко, который в Мурманской области. И они не нашли там такого ужаса, который там экранизирован. Замечательно. Город рядом против. Ну, вот видите. Как бы, да. А в интернете напишут, что вы пацаной. Молчали вы. Нет, там рядом горы, прямо в самом городе. Да. Киров, как его называть там. Понимаете? Нет, а вот. Так, а фильм-то как снят? Смотрите, как снят. Город сам чистенький. Там везде чистенько. А люди дрянь. Понимаете? Дрянь человек. Понимаете? Вот лишний человек. Так опять же, это еще страшнее приговор. Понимаете? Вы обеспечили хорошую среду, а людей сделали дрянью. Так это чья вина? Это не люди вот эти вот виноваты. Это не этот виноват, который бьет. Это вы виноваты. Вы не смогли его переделать. Вам было все дано. Вас кормили. Вам квартиры давали в Сталинске. Да? Вам все давали. Премии вам давали. Все. А вы этого не сделали. Ну и сняли сами себе приговор. Я вот поражаюсь. Как это так надо было додуматься снять такой фильм? Да? Или там Герман снял фильм. Да? Средневековый. Супер средневековый. Там Арканар. Ну я по-моему тоже говорил уже. На эту тему. Следующая технология, которая... Ну как вам сказать? Да. Так что собственно говоря... Вот здесь вот все... Да. Ну давайте технологии наверное или как? Лучше. Лучше то или это. Это или то. Ну ладно. Что вот собственно говоря я хотел вот сказать. На самом деле какая позитивная вещь здесь присутствует. Вот смотрите. Вот мы здесь из динамического хаоса перешли сюда. Да? Из премодерна динамический хаос перешли в модерн. Потом перешли. Вот сейчас мы переходим в постмодерн. А что это такое? Если мы даже перейдем в постмодерн, я считаю расстраиваться нет. Знаете почему? Потому что для нас модерн был не очень хорош. Вот если брать... Ну я почему говорю не очень хорош? Смотрите. Потому что у нас... Вот особенно у нашей цивилизации, да? Ну можно сказать евразийского. У нас есть образ сформированного. Человека. Понимаете? Мы можем рассуждать о какой должен быть человек. И мы знаем что это должна быть не Кончита Вурст. Понимаете? Мы знаем что это должно быть что-то вроде Гагарина, но даже посложней. Я еще раз повторяю. Очень интересно. Единственный пожалуй писатель фантаст, который описал будущего человека. Например фантастику такую. Такую знаете светлую фантастику. Такую фантастику прогностическую, стратегическую. Убили Стругацкий. Они в мир полудня перенесли кого? Простого человека. Тоже как тоже сделал и вся фантастика современная делает. А Ефремов он в часе быка описал будущего человека. То есть нам как-то попытались формировать образ этого человека. То есть вот к чему мы должны идти. Развивать человека. Так ведь? А собственно говоря опять это все блокируется и не развивается. Так. Но Ефремов. Я вот все вот эти этапы. И все вот эти этапы можно сказать зла. Ну в каком-то смысле. Немного хорошего здесь было. Потому что вот в модерне СССР выделяется очень сильно. Эпоха СССР. Ну не надо только меня обвинять в эсссеризме как бы. Что вот. У него православие головного мозга. И плюс еще СССР. Это вообще сумасшествие там пишут. Как бы. Я просто не объясняю это. Но можно это объяснить. Вот. Это как бы мы выпали из пределов модерна. Понимаете. В каком-то смысле слова. К нам модерн можно отнести с точки зрения развития техносферы. Да. Или может быть науки образования. Но все остальное как такая матрица культурная. Мы выпали из него. Так вот. Прежде чем стать вот этим человеком. Вот этим высшим человеком. А человек может развиваться очень долго. Об этом кстати. Ну практически бесконечно. Об этом начинал писать в космической философии. Это Целковский. Вот. А Ефремов описал уровни инфернальности. То есть вот здесь энтропия. Вот здесь еще сложнее и ужаснее. Здесь еще. Здесь еще. Вот эти вот уровни мы преодолеваем. И преодолевая их мы развиваемся. Да. Так вот. Я скажу вам. Даже если мы вринимся в постмодерн. Я скажу западному цивилизации. Спасибо ребята. Вы нам открыли новый уровень инфернальности. Спасибо вам. Мы теперь понимаем что делать. Вот здесь мы поняли уровень инфернальности. Мы думали что вот этот ужас. Оказывается есть еще больше ужас. Отлично. Отлично. Почему? Потому что технология. Половина технологий. Знаете когда уже создается. Да. Когда мы понимаем суть проблемы. Когда вы поняли суть проблемы. Все. Считайте. Основная проблема наполовину решена. То есть решение. То есть. Но имейте ввиду что преодолев один уровень инфернальности. Мы попадаем в другой. А здесь еще все сложнее и страшнее. Проникая в другой еще сложнее и страшнее. Понимаете. И в частности преодолевая их. Человек начинает развиваться. 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 То есть в каком то смысле слова. Мы сейчас вот находимся в переходе. Ну так можно сказать. Да. Человечество. Если все так. Совсем с натяжкой. Совсем огрубленно. Да. Вот на какой то переход к уровню инфернальности. Хотя. Хотя может быть и совсем. Нет. Следующая технология. Которая движет. И убивает человека. И движет его в сторону постмодерна. Я бы ее назвал так. Это убийство детства. Это убийство детства. Что это такое. Сколько у нас времени еще? Сколько? 50. Еще 50 минут. Отлично. Значит. Смотрите. Что у нас происходит. Вот человек. Или вот так. Смотрите. Какие зоны безопасности были выстроены вокруг человека. Вот человек. Человек сам один по себе. Ничего не решает. Решает семья. Вот когда говорят. Я человек. Я ячейка народа. Никакая вы не ячейка народа. Ячейка народа. Это семья. Понимаете? Вот что такое ячейка народа. Я ячейка общества. Ничего вы не ячейка общества. Когда вы один. Вы не ячейка никакая. Семья это ячейка. Значит. И вот здесь вот видите. Да. Семья получилась. Но если еще сузить. Конечно же это человек. Да. Как субъект деятельности. Да. Как субъект познания. Дальше. Человек естественно увлечен в общество. Вот есть вот другие субъекты этого общества. Другие семьи. Они объединены какими-то интересами. Да. Есть какие-то традиции. Следующий уровень безопасности. Следующий уровень безопасности. Это. Традиции перерастают в культуру. Культура. Следующий уровень безопасности. Это можно сказать государство. Или наука. Наука. Следующий это организация. Это государство. Да. Вот такие вот уровни безопасности. Они еще можно и делить. Там технический уровень безопасности. То есть смотрите. Государство как форма. Она практически что. У нас сейчас что-то решает в мире суверенитет государства. Ничего не решает. Этот уровень безопасности снесен. Значит. Культура. Она сейчас стала международная. Вы знаете свои культурные ценности? Нет. В интернете они что? Сильно поддержатся? Нет. Снесена. То есть этого нет. Дальше. Традиции. Вот здесь. Традиции. Что? Традиции поддерживают? Нет. Снесена. То есть общечеловеческие ценности даже практически снесены. Дальше. Общество. Еще ладно. Общество поддерживает само по себе традиции. Общество сейчас что? Консолидировано или расконсолидировано? Расконсолидировано. Снесено. И что осталось? Семья осталась. Не защищена. Одна на одной себе. А тут что? Какие технологии? Ювенальные. Ювенальные технологии выходят. Так? И начинают долбать семью. Всячески. Вот что семья. Это вообще не особый институт. Ну вот здесь вот вам следующую технологию надо такую рассказать. Смотрите. Многие думают. Ну как так? Государство же не позволит. Вы что? Государство же обладает там яберным оружием и так далее. Вы знаете? Вот для того, чтобы полетел человек в космос раньше, нужно было людей организовать их работу в виде государства. То есть для того, чтобы... Вот у нас есть вот, например, гора руды. И вот есть технологическая цепочка. Вот мы эту руду переработали, переработали. Полетела ракета. И вот для того, чтобы вот эту вот переработку обеспечить, нужно было людей организовать. И форма организации у людей была в виде государства. А вы не знаете, тут вот недавно компания такая есть, SpaceX. Знает кто-нибудь такой, да, компания? Да. Это такая транснациональная уже, можно сказать, корпорация, частная корпорация, которая вдруг сама взяла и запустила корабль на МКС. Это значит, что обычная транснациональная корпорация, или просто корпорация, уже обладает технологиями организаций. А это как раз 3D-принтинг, это вот АСУ, понятно, да, вот эти вот станки? Которые обладают технологиями сверхсложной деятельности по преобразованию веществ в что-нибудь, да? Которые уже, как бы, заменяют собой... То есть для этого не нужно государство. Вы хотите распада Америки? Вы его увидите. Только на этих обугленных руинах государств, знаете, кто начнет подниматься? И вам уже даже в кино об этом сказали. Корпорация Umbrella. А вы не заметили, как технологии вдруг, которыми раньше владело только государство, они стали доступны? А вы тут недавно статья была такая, что капитализация компании Apple больше, чем вся Испания вместе взятая. Нормально? Самая дорогая корпорация в мире. Но там она спорит с Google, по-моему, а может уже и не спорит, да? Соответственно, разрушается. Опять же, ячейка семья как общество кому была нужна? А сейчас у нас кризис государства. А это как раз кризис модерна, который нас уводит в постмодерн. А если все люди будут? Понимаете, у интернета есть границы? Нет. Нет границ. А язык, например? А знаете, что интернет решит проблему языка? Не будет русского языка, никакого не будет языка. Потому что мысль у всех одна и та же. Это потом мы ее облекаем, понимаете, на фонетическую форму, да? И мы ее наделяем, например, артикулируем, да, там, выводим ее в испанский или в русский и так далее. А, например, если испанец смотрит на стул, у него уже образ стула, так ведь? Значит, чисто телепатически он вам когда мысль передаст, вы поймете, что это стул, так ведь? А зачем перевод? Вы понимаете, что весь мир вдруг превратится в некое единое? И вдруг скажут, да вы посмотрите! Это же сверхценность! Это же есть, это и есть будущее человечества. Мы стираем рамки, а за этими рамками рухнет. Традиционные культуры, что? А ведь, между прочим, арабские цифры появились не просто так. Почему это они не появились в античности? Как вы думаете? А потому что, извините, особая форма мышления, да? Вот арабская, так ведь? Понимаете? Вот эти вот, вот эти вот вещи, они быстро будут ликвидированы. То есть это совсем другие вещи, вот тут уже начнут происходить, да? И как раз всем этим будут... И будут человечества разделены на некие зоны просто, да, территориальные. Они будут информационные зоны, да? И будут просто чисто территориальные. А даже не важно, где вы будете находиться. Серверы там, не знаю, как это будет, информация передаваться. Вот. Но при этом всем будут, конечно, владеть корпорацией. Может быть, уже существует какой-то корпоративный сговор. Я не знаю, конечно, попахивает конспирологию. Но я уже говорил, что конспирология-то достаточно объективная вещь, теория заговора, да? Соответственно, дальше вот в семье, если уже... Ну, например, какие технологии сейчас используются... Ну, я вам уже говорил про инцесс, то, что там они, да, говорят в европейской уже культуре. Ну, например, как еще говорят? А дело в том, знаете, да, что есть такое движение child free, без детей. Я, по-моему, говорил, запомните, есть очень страшный грех. Это, конечно, убийство. Убийство. Но есть грех страшнее, чем убийство. Это аборт. Но есть еще что-то страшнее, чем аборт. Это сознательный отказ от деторождения. Это страшнее, чем убийство и аборт. А есть вот child free. То есть... А первая заповедь творца людям была какая? Плодитесь и размножайтесь. Плодитесь и размножайтесь. А почему? Потому что человек смертен. И для того, чтобы обеспечить познание и противоборство злу и энтропии, нужно что? Постоянно. Соответственно, культура, передача информации, передача... Даже с точки зрения передачи информации, с точки зрения передачи информации, культура, это одно из важнейших, за что нужно драться просто и так далее. Даже, вы знаете, я вот что скажу. Даже разделение на пол... Есть вот такая интересная богословская теория. Вот есть вот мужчина или женщина. Вот разделение на пол, это уже очень многое значит. Например, ведь раньше Адам, он был бесполым. В курсе, да? Раньше Адам, он был бесполым. А потом от него было что? Взяли что-то, да, и сделали женщину. Так вот, а теперь смотрите, а зачем вот это вот все произошло, разделение? А дело в том, это уже произошло для того, чтобы бороться с энтропией. Разделение на пол разное, это уже для того, чтобы бороться со злом. Знаете зачем? Я, может быть, говорил, может быть, нет. Смотрите, а мужчине, чтобы понравиться девушке, что надо? Встать, то будет ничего. Надо, да? А ей? Ну только сейчас это так трансформируешь, что это больше похоже на ложь какую-то. Да? Но тем не менее, так ведь? А для того, чтобы ребеночек, да, появился, это что надо? Это надо что? Как-то поменяться в лучшую сторону, так ведь? То есть это уже нехотя, но какая-то система борьбы со злом. Теперь вот что происходит. Смотрите. Западный человек такой, да? Современный такой, да? Вот мужчины и женщины соединяются, да? Вот, например, полюбили друг друга, да? Но они же не хотят детей. Ну как это? У них же такие планы. Так же много можно сделать в интернете. Ребенок же блокирует это все, да? Но ребеночка-то хочет, инстинкт это требует. И государство им скажет. А уже есть такие проекты. Государство им скажет. Слушайте. А вы родители. И отдайте на воспитание нам. У нас будут такие фабрики по воспитанию. Помните, как в фильме, опять же, «Звездные войны», атака клонов, там клончики сидят, учатся? Помните? И вот эти детишки, и мы их будем собирать в такую вот специальную. А вы можете их видеть, там все приходить. А воспитывать будет государство. А вот там будут образовательные технологии. А более того, мы ребеночка возьмем маленького, исследуем его, ДНК исследуем, и поймем, для чего он больше всего приспособен, для какой деятельности. Вот из этого мы сделаем интеллектуала. А вот этот будет рабочий. А вот этот будет воин. И мы будем уже его ориентировать на это, да? То есть это что? Это блокирование самого святого. Это блокирование выбора. В Байкальском крае такой проект начался. Да, да, да. Ну там таких проектов сейчас несколько по всему миру. А вы в курсе, что вот если брать такую технологию, то не было бы Бетховена, он бы пошел в расход? Айнштейна. Вы знаете, какие оценки он учился? Его, по-моему, учитель физики там идиотом называл и так далее в школе. Вы понимаете, да? Или, например, тоже Стивен Хоукинг. Он бы не стал Стивеном Хоукингом. Правда? Вы поймите, что вот это все... А это все... Правильно? А зачем блокировать? Так надо же прогнозировать. А нам и не нужны Эйнштейна. Мы сами. Вы знаете, сейчас есть такие программы. Вот есть вот САПР. Система автоматизированного проектирования. Да? Но это когда проектируется лопатка для турбины и так далее. Вы знаете, сейчас есть такие компьютерные автоматизированные системы, которые... Как вам сказать? Но они пока так держатся в такой полутайне, которые занимаются научными открытиями. Понимаете? То есть этим процессом тоже научились управлять и можно, в принципе, на уровне программы сделать такую автоматизированную систему. Об этом давно говорили? Ну, тем не менее, еще говорил подвиск Георгиевич Кузнецов об этом в своей лаборатории ЛАСУРС, собственно говоря. Ну, это он говорил о 60-х годах. Ну, а сейчас это точно уже, скорее всего, на Западе уже точно сделали. Данные об этом явно есть. Поэтому Российская Академия наук, Академия как таковой, они не нужны будут. Вот эти научно-исследовательские большие институты. И вот, пожалуйста, будут вот так вот выращивать. Но здесь главное, что еще? Осталось что? Препятствия. Это сама природа человека. И надо ликвидировать вот это. Вот этот пол, вот этот. А вот здесь вот как раз постмодерн, постмодерн нам дает замечательный выбор для этого. И тут появляется в зоне динамического хаоса между модерном и постмодерном нечто. Нам сделали проект человека и показали. Это Кончита Вурст. Это кто? Андрогин. Андрогин, знаете, что это такое, нет? Ну, гермафродит. По сути. Ну, он трансвестит там называется, да? То есть нас ведут к какому-то андрогинному человечеству. То есть так называемое трансчеловечество. Понимаете? Которое может менять пол по своему усмотрению. Более того, вы знаете, что во многих государствах, услышат, что прещено родителей называть родителем папой и мамой. В курсе, да? Родитель номер один, родитель номер два. То есть половая дифференциация как таковая уходит, ее нет. Если кто-то это слышит, эту новость только сейчас, ну извините. Следите за мировой конъюнктурой, да? И соответственно, это просто срывает абсолютно все. Практически всю историю человечества и все традиции. И главное здесь, вот главное здесь, это убийство детства. Вот когда ребеночек растет, вот для того, чтобы у человека блокировать взрослого, чтобы у него не было исторического оптимизма, чтобы у него не было пассионарности, чтобы у него не было энтузиазма, знаете, вот такого, чтобы у него не было некой такой мечты, убивается детство. Вы знаете, что детство, ну вы, наверное, в детстве, вот знаете, если прийти к ребенку, да, вот я сейчас приду, например, да, ну у меня уже одной вот вчера стукнуло девять, другой недавно было семь, ну неважно, вот ребенок, например, годика три, да, и вот вы придете и скажете, там, например, вот у меня будет три года там сыну, например, да, я приду и говорю, Федя, а ты знаешь, что я сегодня делал? И он что? А я ему как бы, ну, сфантазируем. Я сегодня летал на Луну и там пил чай, там, с какими-то там этими, да, там, и смотрел на Землю, хочешь, мы завтра с тобой полетим? И он хочу, понимаете, для него это будет реальностью, да? То есть ребенок живет чем? Он живет нерациональным, он живет иррациональным. Даже рациональный предмет, он что? Он рациональный предмет и встраивает в какую-то колоссальную систему своего рационального представления, и так вот формируется. Дальше вот эта иррациональная система, она преобразуется, понимаете, в некий стержень, потом он наполняется рациональной информацией, понимаете, да? У человека формируется мечта, соответственно, эта мечта формируется на столе нравственного стержня, понимаете, да? Когда родители говорят, это плохо, вот это вот, понимаете? И вдруг человек вот здесь вот принимает выбор, я хочу быть там, летчиком Северного морского флота, да? Я хочу быть солдатом, и вот он солдат, и вот он вдруг подвиг, понимаете? Такое и есть, например, тут недавно у нас прошла чуть ли не серия, ну не серия, конечно, да? Командиры закрывали гранаты своими телами, солдат спасали. Было такое? А вы понимаете, что это вот в детстве еще все формируется? И вот это вот уничтожает... А теперь вы посмотрите, вот, например, опять же, в СССР какая была технология? Сколько было спето песен для детей? Какое количество книг? Какой кинематограф? А помните сказки? Какие они были иррациональные, особенно сказки в постановке Роу? Помните, да? Морозко, например, да? Насколько-то все было так, такая была сделана система, что они были настолько иррациональны, и создавалось такое иррациональное, такое чудесное мышление, да? И оно соединялось еще с культурой, да? И потом это все преобразовалось в невероятную систему вот этого исторической... исторической перспективы, да? Исторического такого вот... оптимизма, понимаете? А это сейчас в детстве рационализируется. В детстве вот это... Например, вот эти мультфильмы, все западные. Вы посмотрите, что там детям, что там кунг-фу, панда там, и что это? Что ему, как говорится? Ему там не показывается ничего чудесного. Там что показывается? Ну вот он трудился, трудился, да, там раз-раз-раз, такая ситуация, и он раз-победил, правда? Там все диснеевские мультфильмы. Более того, ребенок, ребенок, родители, особенно сейчас современные, умиляются тому, что ребенок быстро вырастает. Понимаете? Моя дочка сегодня, представляете, что сказала? Она сказала так, слушайте, какая я взрослая, не по годам, умница, молодец. Так, наоборот, надо, извините, устрашиться. Почему? Потому что если у ребенка быстро проходит детство... Вы знаете, как дети... Тут Юрского недавно... Ну, как сказать, недавно, я помню, актера Сергея Юрского спросили, что у вас больше всего... Он живой? Нет? Не помню. Слава Богу. Значит, Сергей Юрский ответил. Что вас удивляет в последнее время и поражает больше всего? Он говорит, мой внук. А я говорю, а что такое? А я не понимаю, как человек, не зная алфавита, пользуется клавиатурой и компьютером. И он, говорит, мне объясняет, говорит. Я, говорит, этого абсолютно не понимаю. Понимаете? Вот это вот какое-то... Понимаете, дети, а их очень можно быстро вовлечь... Дети, это как пластилини, из них можно вылепить все, что угодно. Поэтому у нас была самая лучшая в мире вот эта вот детская психология. Я потихоньку, вот сейчас вот буду выкладывать этой книги. Я еще выложу. Знаете, какую книгу? Эстетическое воспитание ребенка в семье. Тоже книга написана в СССР. Представляете? Более-то, тоже недавно книгу купил. Тоже выложил буквально завтра-послезавтра в интернет. Называется так. Что и как познает искусство. То есть, представляете, книга, наука, издательство наука, Академия наука СССР. Вот, понимаете, вот это вот все, вот эти все книги, они создают некую такую оболочку. Понимаете, вот для ребенка создавалась некая такая среда, среда мечты. А вот здесь вот человек, видя, понимаете, вот видя весь ужас, понимаете, вот видя весь... Знаете, где это замечательно показано? Я, может, говорил, нет. Вот у меня есть фильм, вот, например, я знаю, какой фильм я возьму на необитаемом острове. Я возьму фильм «Дети Дон Кихота». Кто смотрел? Смотрели кто-нибудь фильм «Дети Дон Кихота», да? Я не знаю такого второго, на Западе такого второго, наверное, нет. Это могли только сделать, скорее всего, мы. Хотя, может быть, есть, может быть, я просто не знаю. Но, помните, там, ребенок, он когда вернулся к отцу, да? И вот он спит, отец его будет, вставай, вставай, пойдем домой. И он просыпается. Так, значит, мне все-таки приснилось, что мы победили-то. А он смотрел кино-журнал в кинотеатре, школьник, да? Смотрел, вижу, и видел, как, например, там, угнетают негров. Он видел, и это так запало душу, и он сбежал из дома. Он сбежал из дома, набрал там себе батон, да, все, сбежал из дома, чтобы сесть на поезд, чтобы поехать освобождать негров. И такое было, кстати, реально. Понимаете? А потом вот он вернулся, да, родители перенервничают, отец его будет. И мальчик спал, и он встает. И говорит, значит, мы все-таки, это не приснилось, что мы победили-то. Он говорит, ну, конечно, приснилось, говорит, отец. И, конечно, вы победили. Кого? А кто, говорит, победил? Мы, партизаны. Понимаете, это стоит настолько дорогого, понимаете, вот это все сформировать. Это и есть высшие организационные технологии, вот это вот все. А как это поддерживать все? Вот сейчас, вот сейчас, у вас крадется самое страшное, крадется мечта, крадется будущее. Потому что будущее закладывается здесь. Потому что они потом будут своего рода инженерами, малыми действиями, каждый, да. Вот, вот, потому что когда, вот, вот, если пересурить вот эту вот систему, надо отдельно говорить, вот эту систему, да. Вот тут вот рой, здесь минус, нет эмерджентности. А вот здесь вот эффект суперкогерентности со сверхэмерджентностью. То есть вы здесь даже, вот, когда вот люди будут вот такие вот, системы сложные, да, то вы даже не можете предсказать, это, знаете, есть такое выражение, труднопредсказуемый положительный эффект. Не слышали такое, нет? Система с труднопредсказуемыми положительными эффектами. А рой, это, извините, это уже нечто другое, это уже не человечество. Это уже, как говорил Александр Александрович Зиновьев, это наш философ советский. Знаете, что он говорил? Человечество движется, он предсказал, кстати, просто, да. Движется в сторону мирового человейника. Наберите, Александр Александрович Зиновьев, мировой человейник. мировой человек и вот здесь вот вот мы абсолютно блокируем вот это детство убиваем по сути человеку уже вот здесь надо что-то делать с этим в принципе все дано для этого у нас есть большое наследие вот ну собственно говоря на этом сколько мы уже обещаем тут часа два наверно да значит да ну еще что я хотел бы сказать вот какая технология убивает детства и какая технология потом убивает человека вообще? как такового да, вот здесь вот все обеспечивается потреблением, потреблением, потреблением но многие из вас могут сказать ну хорошо вот человек здесь кушал, кушал, кушал вот здесь будет кушать, кушать. Ну, может, надоест сам процесс меняния айфонов, машин, квартир, сегодня на Бали, завтра куда-нибудь еще. Сам может быть надоест. Да, сам процесс потребления, он такой чисто механический процесс. А вот что может, как вас всех зацепить на этот процесс? Потому что есть как бы вот это вещевое потребление, есть информационное потребление. Вы переходите сейчас в информационное. А знаете, какая движущая энергия двигает ваше потребление? Знаете, нет? Азарт и игра. Вот здесь просто машины. Вот, честно говоря, машины, вы знаете, они отличаются только, знаете, комфортом седалища. А, и ручки вот нет. Как это там, комфорт седалища. Или, например, смотрите, вот здесь, что за потребление? Вот здесь вот, да, вот здесь человек. Вот человек, я уже говорил, вот человек это скафандр, тело это скафандр. И, как бы, вот здесь вот, да, вот еще вот этот скафандр, здесь вот, говорили, личность, да, вот здесь вот. А личность это вот космонавт в скафандре. Понятно? Это считается душа. А дух, можно так сказать, но это очень огрубленно. Это как бы мечта или святое, или такое вот устремление космонавта к добру. Вот это дух. Да? Вот такая отряда получается, да? Теперь смотрите, а чем сейчас занимается человек? Космонавта убили, или его сделали дебилом, вспомнившись всех этих современных технологий. Космонавта сделали дебилом. Он уже мало что понимает. Сознание космонавта переключили не на развитие, вот внутри, вот себя, да, вот этого человека, да, а на развитие скафандра. Что самое ценное, это скафандр. Поэтому что? Я вот, у меня рядом с домом, этот, как его, фитнес-клуб, я вижу там, занимаются, ну это, честно говоря, такое апокалиптическое зрелище. То есть они разбивают скафандр. Дальше. Потом, что? Как скафандр перевозить? Это очень важно, да? Чтобы скафандр не болел, да? Чтобы скафандр красиво выглядел вот здесь, вот за трем, вот здесь, вот здесь, здесь. Это знаете, где есть такой фильм «Смерть ей к лицу» с Мэрил Стрип. Никто не смотрел? Замечательный фильм там, как играют, да? Вот. Теперь смотрите. И дальше еще целая индустрия, даже целые каналы из Fashion TV. Чехлы для скафандра! Одежда! Одежда! Это же чехлы для скафандра! Это же целые, понимаете? А ведь это же мода! Это же тенденции! Вот так вот, вот так вот, вот так вот они раскрываются, да? И эти чехлы надо менять. А есть еще смазка для скафандра, да, разная. Это вот все-все-все, это косметика, да? Вот это все меняется, меняется. И вот все на это переключили, да? И вот практически существует только один скафандр. Вопрос один. Скафандр скоро станет пустой, его можно будет чем-то заполнить. Понимаете? Его можно будет чем-то заполнить. А в конце концов, вы понимаете, что уже вот это все, технологическая сфера закрыта, людей стало слишком много для всех одежды уже, по сути, еды. Что? При нынешнем уровне потребности. Нет, можно все это решить. Ну только всех людей надо заставить меньше есть. Куда на это пойдешь? Да. Но чисто менять механически автомобиль. Вот это, кстати, тоже одна из технологий. Чисто механически менять автомобиль неинтересно. Поэтому все это дело нагнетают игрой. Азартом. И появляется передачка топ-гир. Знаете? Просто машинки. Это же целая игра. Это же целая жизнь. Это вот так вот. Ага, машинка здесь. И мы на Северный полюс на этой машинке. И по Африке на этой машинке, да? И вот так вот. И это. А, значит, мы болеем. Да, игра. Так надо же какое-то отношение к игре такое особое. А, есть фильм такой, игра называется, да? Смотрели? С Майклом Дугласом, да? А есть еще фильм такой, называется Доктор Хаос. Так там вообще такая игра. Игра с жизнью. А есть уже, знаете, такое выражение? Человеку так в скафандру стало скучно, да? С какими-то автономными, там, такими, с автоматикой такой, да? Значит, что есть уже, и уже замечено это на Украине, есть туры, знаете, военный тур, знаете, это такие есть? На войну. То есть, обращаются, это представляют частные военные компании. И вы приезжаете куда-нибудь на войну, и были расценки, выстрелы с гаупицы по мирному населению. Вы не видели в интернете расценки? Выстрел в сторону, там, ну, там, понятно? Туда в Сирию так людей возили, богатеньких таких. Их охраняют, частные военные компании, там, все нормально. Есть даже фильм, по-моему, там, «Солдаты удачи» называется. Вот. То есть, вот такая вот технология. Но самое главное, я считаю, что мы можем, как бы, выползти из этого, из этого уровня инфернальности, то есть, вот если начнем вот с детей, да, вот с технологии именно воспитания детей. И вот здесь вот это очень тонкий и рациональный момент, и я бы хотел в конце, сейчас я вот посмотрю, да, я бы хотел в конце показать вам нечто то, что, вот, собственно говоря, объясняет вот эту вот иррациональность, или, как вам сказать, вот есть вот технологии убийства детства, а я вам хочу показать, что было это такое детство, да, и вот как это выразить, да, что детство это очень-очень важно, и была у нас такая эпоха, благодаря которой вот это детство у нас было обеспечено, и, ну, вот, чтобы вам вот это чувство передать, вот это, это иррациональность детства, да. Есть такой, был такой поэт-песенник Добронравов. Ну, в общем, вот посмотрите, то, что я вам сейчас покажу, это вот как раз в песне передана вот эта вот невероятная, чудесная, вот, как вам сказать, технология детства, да, благодаря которой мы можем, если так вот подходить к детям, да, потому что с этого все начинает, это самое-самое ценное, если так вот все это подходить и обеспечивать, мы можем, как бы, изменить все. И более того, то, что, вот, посмотрите форму передачи, да, вот этого всего, я считаю, что это уже можно сейчас воспринимать как нравственный, этический, эстетический эталон. Вот такое пение, и вот, вот, ну, тут словами трудно передать, вот просто посмотрите. Особо обратите внимание на слова. Субтитры создавал DimaTorzok Звезды Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нужно было дать некое вот это вот ощущение, понимаете, вот это вот чувство, которое вот за вами идет, как, знаете, как, вот вы идете куда-нибудь, вам очень холодно, и вдруг солнце сзади встает, и знаете, такое приятное ощущение тепла, знаете, да, вот здесь еще холодно, а тут такое тепло, и вдруг какая-то надежда появляется, и вы начинаете так двигаться, и идете вперед, понимаете, и вот здесь вот, да, вот там, где с надеждами бродят, как же там, феверс, тоже. Самые нежные бродят слова. А, кстати, в варианте Елены Камбровой, там, где с надеждами дружат самые, самые нежные дружат слова, тут бродят слова, а там дружат слова. Вот придете домой, наберите в ютюбе, да, вот Маленький принц, Галина Беседина, послушайте и другие песни этого дуэта. Я считаю, что это вообще уже, можно сказать, некий нравственный, этический эталон исполнения, да, то есть его можно показывать практически всем, вот обратите меня, всему человечеству на земле, вот так, вот если мы так не будем, ничего не будет, ничего не будет, все, запомните это, ничего не будет. И в этом смысле я хотел бы закончить следующим. Если нам уготована, а все-таки она программируется и все-таки создается вот эта вот эпоха постмодерна, да, вот этот вот период постмодерна, то я хочу сказать, даже если он свершится, мы постмодерн как таковой, мы, да, потому что я еще не знаю, кто это сделает, на нас большая ответственность, мы будем ее использовать как некий переходный период в другую эпоху. Мы постараемся ее затормозить эпоху постмодерна, и мы будем ее переделывать в другую эпоху. Знаете в какую? Если был модерн, и мы создали уже технологический кокон вокруг человека, и мы, то есть человек лишь, то есть мы позволили человеку чувствовать себя комфортно, правда? То есть мы модернизировали бытовую сферу, мы ее смодернизировали, значит теперь нужно взяться за человека, правда? Значит нам всем с вами, нашему государству, нашей цивилизации, нам всем с вами нужно сказать, эпоху постмодерна мы не позволим. Мы будем делать свою эпоху, и назовем ее, назовем ее эпоха человекостроения. В нее, в эту эпоху нужно войти. Мы, тот постмодерн, который вы используете, мы его понимаем как уровень инфернальности, спасибо, что вы это делаете, мы поняли новые угрозы, мы поняли, как наш иммунитет еще не совершенен, мы поняли, что делать. Но мы будем, и если вы хотите, чтобы присутствовало слово модерн в названии эпохи, это будет антропомодерн, а никакой не постмодерн. Мы понимаем, что нам делать. Надеюсь, вы понимаете, что вам делать. Спасибо за внимание. Ну как-то так. Спасибо большое. Вопросы, если есть, если у нас время есть для вопросов, я готов поответить. Вот вопрос по поводу Советского Союза. Было в Советском Союзе, насколько я знаю от моих родителей, очень много плюсов вы в очередной раз повторяете. На Советский Союз не был решен минус. Как вы считаете, первое, почему, в связи с чего он распался, есть ли смысл возрождать то, что было? Я не говорил о том, что надо возрождать, нужно использовать опыт, первое. А потом поймите, неправильно оценивается. Знаете, как надо правильно, ну не то, что я говорю, я знаю прям секрет, как правильно оценивать. Конечно нет. Понимаете, неправильно это оценивать. Знаете, как нужно оценивать систему? Вот анализировать и оценивать систему. Я сейчас очень быстро объясню. Вы имеете в виду, вы сейчас какой-то вопрос зададите, и будет вторая часть. Смотрите, вот функционирует какая-то система, да? Вот она функционирует. Смотрите, вот есть реалии системы. Что такое реалии системы? Вот вокруг вот внешняя среда. Это мы можем очень подробно рассмотреть на целом отдельном там, по системам отдельно можно собраться. Можно собраться отдельно по человекостроению, можно еще собраться чисто по технологиям управления, и отдельно, очень важно, по информации. Что такое информация? Вот в иррациональном смысле, что такое информация? То есть там много еще чего. Так вот, смотрите, и вот функционирует система. Вокруг энтропия, зло. Вот она соприкасается с ним, понимаете? Вот смотрите, вот когда у вас ранка получается на теле, да? Вот ранка. И к вам попадает, ну как бы, ну давайте так, условно так, в кавычках, да? Зло, да? Вот попало. Это бактерии. Как реагирует ваш организм? Гнойник. А знаете, как теперь? Мы берем лупу и начинаем рассматривать гнойник. Фу! Тело человеческое мерзительное! Его надо уничтожить! Что это такое? Это же какой-то ужас! Гнойник, рассматривайте в лупе. Это же омерзительно! То есть, вы понимаете, что это неправильная оценка системы? То есть, когда система функционирует и взаимодействует с энтропией, есть выхлоп. То есть, системе нужно выбросить свою внутреннюю энтропию? Нужно? Ну вот, например, давайте человека рассматривать, как он писает. Это вообще как зрелище? Понимаете? А вот у нас сейчас почему-то человек анализируется с этой точки зрения, да? А понимаете, что у системы есть некое устремление, вот некие вот это эмерджентность, да? Вот эти вот эмерджентные эффекты, да? Некое целеполагание. А знаете, где это целеполагание у системы? Понимаете, когда взрослые вырастают, вот взрослые люди вырастают, они, многие, потеряли вот это ускорение, приданное детством. Вот я вам показал. Вот это ускорение, приданное детство. Вот посмотрите, как нежно. Понимаете? Увижу свет, звездный свет из-под ресниц. Вы понимаете? Это все слова. Это надо вот чекать. Вот еще раз один вот дома. Сядьте одни и послушайте. Понимаете? Вот эта звездная страна, это вот эта вот страна будущего, понимаете? К которой мы должны все стремиться. Идти, да? Так вот, смотрите, взрослые вырастают, и они сталкиваются. Деньги зарабатывать надо? Надо. Кушать сварить надо? Надо. Курицу ощипать надо? Но сейчас вы, правда, это не делаете, да? Надо. Туалет помыть надо? Надо. Ну, посмотрите, как много всякой ерунды, правда? Так вы неправильно жизнь-то оцениваете. Ее надо оценивать. И все самое ценное, вот смотрите, вот в СССР, да? Все самое ценное нужно выносить не из этого, не из быта. А знаете из чего? Из целеполагания. А вы знаете, где было это целеполагание? Это целеполагание было в детстве. Потому что люди умирают, у людей вот эта энергетика, не все могут ее до конца нести, понимаете? Вот эту святую энергию, она просто, ну, как бы, вот этот парусник идет, и паруса рвутся, да, там, мачта ветшает, там, и так далее. Многие не способны, да? А вот здесь надо брать, вот эти образы детские, которые вот здесь вот были нам даны, вот это, понимаете, не надо смотреть маленькую веру в фильм, чтобы понимать, чтобы, какая дрянь это, СССР, посмотрите, какой фильм маленькая вера. Никто не смотрел, нет? Или фильм «Интердевочка». Это же ужас, это все чернушность. Не надо и не ее осмотрите. Вы должны слушать детские песни. Почему? Потому что это и есть целеполагание. Почему? Потому что элементы системы мрут, реальная система находится не в этом. Реальная система находится в другом. Но эти элементы мрут, соответственно, самая сакральная в системе, это технология создания новых элементов. Понимаете? А это и есть детство. И если вы обеспечите вот эту технологию, а ее у нас убили, но мы, по крайней мере, можем взять диск с МП-3, песенками, да? Мы это хотя бы можем, правда? Поставить, мы можем сказки детям показать, мы можем это, можем сами научиться, можем сами вспомнить. Поэтому я, кстати, сказать спасибо за вопрос. Вот я родился в 79-м году. Я захватил, можно сказать, самый-самый... И многие люди, которые родились в 80-м, 79-м, 78-м году, мы захватили самый благостный период. Вот у меня детство прошло в СССР. Такой активный период детства, да? Я захватил самый благостный период. Почему? Потому что СССР, предчувствуя какой-то распад, видимо, как-то метафизически, система сама на каком-то сверхсознательном уровне, и предчувствуя распад, она в период с 80-го по 90-й год, я считаю, сделала самые лучшие творческие... Самое лучшее творчество для детей здесь было. Понимаете? Когда появился электроник? Когда появился гости из будущего? Гости из будущего, вы помните? Нет, это же... Когда лиловый шар появился? Когда это все появилось? Понимаете? То есть, в каком-то смысле, вы слышите, люди, родившиеся в 79-м, 80-м, призыв к вам? Понимаете? Нам сейчас надо что-то делать, в нас еще что-то вот это есть. Вспомните просто. Понимаете? Вот мы должны сейчас, в каком-то смысле слова, да? Вот вспомнить вот это вот все и что-то сказать. Почему? Потому что сейчас взрослеют люди, которые родились в 97-м, которые родились в 95-м. Вы понимаете, на чем они воспитывались? Они на черепашках ниндзя воспитывались. Какие у них образы формировались. Понимаете? Нет. Были грамотные родители, которые запрещали это делать. Запрещали смотреть. Понимаете? Черепашки ниндзя и так далее, и так далее. А вот здесь для нас это было как само собой разумеющееся. Понимаете? Это было пропитано все этим. Вот что самое главное в системе. Понимаете? А как... И я могу сказать... Назовите мне еще одно государство в истории человечества, которое создало нечто подобное. Северная Корея. Да? Кстати, да. У Северной Кореи в этом смысле есть будущее. Во-первых, у них сверхмобилизовано население. Они очень готовы к ядерной войне. Они ее переживут. Население у них не зажранное. Они могут пережить голод. Понимаете, да? И у них невероятно творческие дети. Вот посмотрите, как они играют на паянчиках. Вот этих вот все. Американцы смеются над этим. Ну, этот смех плохой смех. Понимаете? То есть самое ценное... Понимаете, вот сказку не вспугнуть. Понимаете? Миру бескрайнему окна распахнуть. Понимаете? Вот что самое ценное в системе. А нет. А ты знаешь, какие очереди были? Не знаешь, молчи! Понимаете? Не это главное. Это такая шелуха. Это вот энтрописия сиюминутная. Не ее надо анализировать. Понимаете? Вот что надо анализировать. А и этим, этим усматриваются устремления в будущее. Понимаете? Вот считайте, что вот здесь вот Родина, Родина вот здесь вот. Она сделала призыв. Вот я считаю, что она мне делала призыв. Понимаете? И вот здесь вот, понимаете, она инерцию вот эту вот накопила. Вот с момента образования вот так вот все копилось, 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 копилось. А вот здесь вот, понимаете, вот это детское творчество, оно уже такую силу набрало. Вот именно вот в этот период. Понимаете? Еще есть в каком-то смысле какая-то инерция, шанс. Понимаете? Вот это вот ощущение какого-то будущего. Хотите ощущение будущего? Послушайте детские песни. Вот просто слушайте и советские песни. Марка Бернеса слушайте. Понимаете, да? Гуляева слушайте. Мартынова слушайте. Кобзона слушайте. Это потрясающе. Когда смеются от Кобзона, я говорю, найдите мне еще такого же певца в Европе. Вы послушайте внимательно песню его хотя бы, да? Не думая о секундах с высока. Вы вдумайтесь в текст. Где вы еще такую песню на каком-то языке найдете? Вы не найдете? Или, например, найдите мне песню. Ну, например, у Бернеса есть «Огромное небо». Помните? Может, в Северной Корее. Они, кстати, переводят эти песни советские и поют их там. А вы видели, как китайский хор военный поет «Вставай, страна огромная»? Видели? Они же что-то чувствуют в этом. Они же... Они даже в этом почувствуют. А вы понимаете, что вот многие песни, которые пел... Вот я думаю, вот если бы у меня были средства, я бы точно это сделал. Ну, может быть, я вот... Сейчас это будет призыв, у кого есть средства. Поймите. Вот надо взять многие песни, которые пел Большой детский хор. БДТ. Большой детский хор пел. И просто, ну, например, есть такая песня, как и припеваем. Должны смеяться дети. Вот это вот. Понимаете? Вот взять его и перевести на арабский. Найти вот какой-нибудь нормальный арабский хор. Понимаете? Детей. Перевести нормально на арабский. И спеть это. Вы понимаете, какой это будет призыв? Ко всем. Понимаете? Это сейчас никто не делает. Потому что у нас это творчество, оно созидалось не для советских детей. Оно созидалось для всех. Просто надо было грамотно просто это потом перевести. И сейчас эту работу надо дальше делать. Иначе, понимаете, никакого будущего... То есть послушать детские песни, послушать вот эти советские песни, да, которые обращались именно к человеку. Найдете еще какие-нибудь, слушайте. Какой-нибудь другой государственный. Но вы просто не найдете. И плюс к этому, чтобы визуальный образ будущего, да, посмотреть, будущего, полистайте подшивку техника молодежи с 60-го года по там середину 85-го года. Особенно ранние, вот 60-е, 70-е годы. И почитайте ранних вот этих, как бы, таких вот неизвестных писателей-фантастов. Или их фантастические стихи, как они писали о человеке, о будущем человеке. Понимаете? А там, понимаете, вот город будущего, мать с ребенком. Понимаете? Какая-то планета, мама идет с ребенком, вот на какой-то там этой планете. Понимаете? То есть образ материнства, да, руки какие-то. Помните, я вам показывал фильм «Черестерник звездам», как руки ласково начинают из планеты, да, вот эту энтропию переделывают в планету. Понимаете? Нет? Вот эти вот все вещи. Поэтому мы неправильно совершенно систему оцениваем. Нужно оценивать потенциал системы. А потенциал как раз это в системе появления новых элементов. И как раз заложение вот потенциалов и возможностей к новым элементам. Я вот так считаю.